здравствуйте товарищи решите вас поблагодарить за внимание за то что товарищи хотят для себя что-то узнать и что-то уточнить в отношении того как ленин понимал и партию рабочего класса замечательно что проявляется интерес к тому какой должна быть партия для того чтобы можно было совершить социалистическую революцию победить а не проиграть и какой она должна быть и дальше для того чтобы эта партия потом не превратила свою противоположность что у нас произошло в советском союзе 50-х годах потому что разбитые армии хорошо учатся и как раз сейчас самое время разобраться в том что надо было сделать что происходило что произошло и какие надо из этого извлечь уроки ну вот на каком основании на каких данных можно сделать такой доклад ну это во первых работа ленина над программой партии российской социал-демократической рабочей партии чем вам известно что первый съезд прошел в минске после этого 8 человек участников этого съезда арестовали и никаких особенно так сказать результатов этого съезда больше и не было кроме того что вот имело место и тем не менее это тоже важно начало было положено а второе так сказать более глубокое начало это был второй съезд рсдрп которому три человека комиссии в составе ленин плеханов и мартов подготовили проект программы если вы откроете 6 том полного собрания сочинений ленина там все эти подготовительные материалы это и проект плеханова и второй вариант проекта плеханова и замечание ленина на проект плеханова и собственный проект ленина то есть все эти материалы имеются поэтому они как бы всякому желающему открывает лабораторию в которой готовилась та программа партии которая заложила самое главное направление борьбы партии и установила ключевые положения принятие которых означает членство в партии они принятия которых означает что эти люди не могут находиться в рсдрп при этом это очень интересный материал состоялась дискуссия между плехановым ленин плеханов впервые можно сказать в социал-демократии включил программу проект программы тезис о диктатуре пролетариата ленин как член комиссии сразу скажу что следы участия мартова программной деятельности не прослеживается нет никаких документов то есть он видимо при этом присутствовал и так сказать как бы за это голосовал но сам никакой такой роли в разработке программы не сыграл и вот ленин доходит до тезиса диктатуры пролетариата и говорит но зачем нам диктатура пролетариата хватит там и руководящей роли плеханов как большой ученый выбрасывает это из проекта программы и после этого снова возвращается к этому вопросу ленин когда рассматривает второй проект программы плеханова во втором проекте нету диктатуру пролетариата а ленин как человек дотошный он за это время посмотрел что писал маркс по поводу критики эрхерской программы что писал энгельс по поводу эрхерской программы и пишет так здесь вот как мне помнится стоял пункт диктатура пролетариата маркс сугубо на это указывал и энгельс критики эрхерской программы тоже на это указал что должно быть обязательно ну плеханов поскольку он первоначально поставил он вернул обратно на место этот тезис программе это вот единственный случай который можно провести как случай когда ленин какие-то колебания по этому вопросу сначала имел в силу того что этот вопрос был еще и не разработан после того как он этот вопрос разработал он потом был в течение всей жизни однозначно привержен этому и ставил это на самое главное решающее место что это партия партия должно быть партией диктатуры пролетариата партия не не ради себя это делает и не ради какой-то светлой мечты это партия которая должна обеспечивать диктатуру рабочего класса и как позднее ленин писал я сразу перехожу к более поздним годам партия должна эту диктатуру пролетариата крепить укреплять соблюдать до полного уничтожения классов то есть до полного коммунизма вот сейчас у нас сторонников диктатуры пролетариата очень много я уже не говорю о том что есть люди которые вообще против диктатуры пролетариата выступает такие как там был галин и многие так называемые левые которых я вот например левыми не считаю и думаю что после событий первой мировой войны когда большинство социал-демократических партий которые вместе на базиском конгрессе выступали за поражение своего правительства проголосовали за военные кредиты из всех социал-демократов европейский проголосовал против военного кредита только карл липкнерс и пошел в перму ну и наши депутаты государственной думы бадаев и другие они проголосовали и уехали в сибирь а все остальные предали интересы рабочего класса и потому что голосование за военные кредиты именно открывало дорогу в правительство и пошли в правительство вот поэтому таких левых у нас очень много которые говорят левые фразы левые слова их поманят куда-нибудь в правительство они пойдут в правительство и будут верой и правдой служить эксплуататорскому классу и вот второй был пункт который вызвал разногласия между ленин и плехановым у плеханова было написано что производство при социализме развивается удовлетворение нужд общества ленин по этому поводу говорит но это за и тресты могут дать что треста не дают что ли чтобы какие-то нужды обществу удовлетворяли нет надо написать да ведь для обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества то есть ленин настоял на том что вот так была сформулирована цель и надо сказать что ленин же непосредственно уже занимался потом подготовкой второй программы это было на восьмом съезде 1919 году и прямо вот этот раздел связанный с диктатурой пролетариата и раздел связанный с целью производства он снова вошел в программу в том виде в каком он был уже период второго съезда то есть партия рабочего класса коммунистическая партия большевистская партия это партия которая является партией диктатурой пролетариата и цель производства она ставит обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества и характерно что хрущев и хрущевское руководство на специально подобранном уже 22 съезде который должен был решить вопрос о выкидывании вообще тезиса о классовой борьбе который буржуазии признавал и разработали вопрос о классовой борьбе буржуазные между прочим историки французские тири минье и гизо они выбросили этот тезис что несколько классов борьбы уже нет второе а хотя классы полностью не уничтожены или не поняли что есть классовая борьба другая они против какого-нибудь класса нет уже антагонистических классов а за вообще борьба должна быть не против а за за интересы рабочего класса пока класс еще остается классом когда классов уже не будет это и будут интересы всего общества поскольку никакого деления на классы и не будет поэтому в этом смысле диктатура пролетариата не отменяется она отмирает как всякое государство она отмирает и если кто хочет чтобы она отмирала вот она должна укреплять диктатуру рабочего класса использовать ее для ускорения отмирания государства и вот казалось бы такие программные вопросы были решены замечательный получился проект программы этот проект программы был проголосован на втором съезде все проголосовали за него и потом мы стали обсуждать вопрос об уставе и тут съезд раскололся по вопросу об уставе хотя это в общем то такой можно сказать хрестомантийный эпизод то есть во многих местах о нем рассказывать но массе свои люди не знают вот я спрашиваю некоторых товарищей а вы я вот вам помогаю партии хорошо что помогаете я говорю но это у вас какая-то такая меньшевистская почему меньшевистская ну а в чем разница между меньшевиками и большевиками разница в одном вот ленин настаивал что членом партии надо считать того то не только там регулярно помогает средствами материальными партии и не только участвует в ее деятельности так или иначе она и входит в одну из организаций то есть выполняет решение партии а меньшевики во главе с мартовым который помолчал по вопросу о программе и тут вроде как подправительное единство было всех по вопросу о уставе он наставил на том что можно считать членом партии и того кто не входит в организацию если он содействует деятельности партии а ленин говорил по этому поводу так у нас каждый профессор может объявить себя членом партии и партия будет нести ответственность за деятельность этого профессора хотя он никаких решений партии выполнять не будет и такая партия которая не будет выполнять своих решений не будет подчинена единой дисциплины которая вырабатывается как во-первых сознательно во вторых члены партии голосуют и высшие органы голосуют обязательно но после этого вы должны выполнять это решение как один если такой партии не будет мы не сможем победить в классовой борьбе буржуазии и настолько серьезным был этот раскол то по сути дела вот второй съезд был первым потом уже третий съезд был отдельно большевиков уже не собирались этим меньшевиками четвертый съезд был еще раз совместно и последний совместный съезд с меньшевиками и на этом четвертом съезде поскольку избрали большинство меньшевиков в центральный комитет это большинство забрало все деньги которые были а Морозов известный капиталист который симпатизирует именно большевикам передал большую сумму денег для деятельности партии они эти денежки забрали и после этого ни за что не хотели большевикам отдавать а больше не соединялись никогда меньшевики и большевики это был последний четвертый и последний съезд на котором они были вместе тогда большевики обратились за помощью к германским социал-демократам чтобы они как-то устроили третийский суд германские социал-демократы приехали они денежки эти забрали для того чтобы суд был справедливый и денежки эти уехали в Германию и так сказать вот деньги которые большевикам были даны отправились в Германию и там они и остались поэтому когда говорят о немецких деньгах не немецкие это русские деньги уехали в Германию вот это мы знаем точно и это можно вот то что я говорю проверить прямо по материалам вот там много-много я не написал по поводу возврата этих денег всяких писем заявлений протестов и прочее 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 еще один момент связанность с устройством партии что партия должна быть дисциплинированной как она должна руководиться сначала у партии было две головы был ЦК и ЦО ЦК значит это центральный комитет а еще центральные органы они как бы были на равном в центральном органе действовал это газета искра Ленин но и можно сказать что они иногда друг другу противоречит постепенно по мере развития партии поскольку кроме вот то что того что сказал Ленин надо еще посмотреть а какой партия стала благодаря вот деятельности Ленина и в конце концов во что она выросла и вот благодаря этой деятельности постепенно центральный комитет оказался единственным органом а орган партии он менял название в этом участвовал во всей борьбе и участвовал и выполнял роль организатора как известно печати это не только агитатор и пропагандист но и коллективный организатор но все-таки действовал центральный комитет и заграничное бюро ТК в которое входили те люди которые с одной стороны и могли осуществлять руководящую роль в значительной мере а с другой стороны их немедленно вы арестовали отправили куда-нибудь в ссылку в тюрьму на катарбу и так далее вот так это выглядело а был ли генеральный секретарь а не было генерального секретаря то есть вообще говорят партия не обязательно должна иметь первое лицо особенно вот в условиях капитализма вы кому хотите сообщить кто у вас генеральный секретарь в условиях так сказать какого-нибудь такого строгого режима когда первая фигура которая сразу будет с доски снята и соответствующими результатами для партии есть разные формы можно детям угрожать можно внукам угрожать можно пытаться подкупить все что угодно может быть поэтому вообще такая мысль в голову ленину никогда не приходил и пока был ленин у нас никак никакого генерального ни первой секретаря партии не было давайте это отметим как факт правильно второе отметим как факт то что когда прошло пять лет после революции и встали задачи экономического строительства тут ситуация изменилась вот был специальный съезд партии девятый где обсуждался вопрос на коллегиальность и единоначальник раньше называлось это единоличие и вот на этом съезде после длительных и обширных обсуждений мы приняли решение о том что принцип в хозяйственной жизни должен быть принцип единоличия потому что можно бесконечно спорить там какая рубашка там цветочек или клеточку будет кто-то должен принять решение надо выпускать иначе мы застрянем то что годится для политических решений не годится в хозяйственной жизни поэтому с тех пор есть скажем коллегиальные решения есть коллегии министерств но проводится это решение приказом министра одного человека который несет всю полноту ответственности за принято решение это очень важно а вот что касается вопроса первом лице в партии когда встали экономические вопросы вот тогда встал вопрос о том что тут какой-то авторитет должен эти тоже какие-то хозяйственные вопросы разрешать политической точки зрения и видимо в своевременно было предложение ленина выдвинуть на пост обучредить пост генерального секретаря но это был секретарь по общим вопросам он не обязательно вел политбюро как правило политбюро когда сталина стал генеральником вилл каменев и даже на время так сказать сталин так несколько насмешливо камень его говорил как же так вы все недовольны что ваше решение не проходит но вы же ведете политбюро а ваши формулировки не проходят о чем это говорит что мои формулировки просто лучше чем ваши мы дальше голосуем и получается что мы формулировки проходят а ваши нет да вы сами виноваты вот так что это не вопрос введения это вопрос кто-то сказать в целом отвечает такие граждане как камень в зенове любили летом отдыхать а сталин может сказать любил летом работать в том смысле что он был работал и понимал что нельзя упускать в политике что-либо и в этом смысле себя не жалел так что этот факт тоже должен быть отметить никогда он не подписывался генеральный с большой буквы всегда был написан маленьким генеральный вот это камень в адрес в кпб нашей дорогой который обязательно вот генеральный с большой пишут вот брюшнев тот писал с большой а в кпб и уже бета маленькая была всегда то есть тоже не выпячивали этот факт исторический в конце концов дело в том что партия коммунистическая не по на б так что это важен исторический факт отметить отделиться от меньшевиков надо сказать что вот исторические события которые были то есть вот этот отрезок который прошел до революции показал что меньшевики которые были вроде красными ливами программу разделяли вот они не входили ни в одну организацию и они оказались тем они оказались по существу, в большинство их оказалось противниками революции, противниками социализма. А вот, скажем, Троцкий, который болтался между меньшевиками и большевиками, и в 12-м году образовал беспартийный такой августовский блок, по поводу которого Ленин написал, что Иудушка Троцкий, вот такой организовал блок, он, когда уже понял, что скоро будет власть у большевиков, а Троцкий видел себя во власти. И он тогда сделал такой шаг, и вместе с межрайонцами попросился в архию большевиков, его в августе 17-го года приняли, и тут же, так сказать, он оказался на разных руководящих постах, но с учетом того, что действительно он был способный, достаточно талантливый, пишущий, кличка у него была Перо, вот, так что он свои способности проявил, и в положительном ключе, и в отрицательном. Но это отдельная тема, мы на ней не останавливаемся. Продолжаем. Еще одним источником, для того, чтобы понять, как Ленин относился к партии, и что он думал о партии, это большая книга «Детская болезнь ливизны в коммунизме», в которой Ленин прямо специально для партий других стран, и для товарищей других стран, которые готовятся к совершению социалистической революции, рассказывал о том, как устроены партии, и говорил, что как правило, или по общему правилу, в руководстве партии есть какая-то группа вождей, вождей он и говорил, которые обладают значительным авторитетом, они влияют на принятие решений, на ход действия партии. И это естественно. То есть Ленин говорил об этом не так, что это какая-то беда, а что это так неизбежно получается. Вы можете написать какие угодно уставы, можете написать программу, но от людей очень многое зависит, кто стоит в руководстве партии. Они не обличены никакой формальной властью, скажем, члены ЦК. Кто был Ленин? Член ЦК. Какой у него был пост в партии? Член ЦК. А какой у него был пост в государстве? Председатель Совнаркома, председатель Совета Министров. По сравнению с ним Хрущев гораздо больше имел постов. Он был и председателем Совета Министров. Первый секретарь. Брежнев был. Да? Кто? Он был тоже генеральный секретарь, и тогда он тоже выглавлял государство. Вот, поэтому, а может быть нет, может быть я ошибаюсь. Но во всяком случае, вот Хрущев совмещал оба эти поста. Еще раз, нет, вот Хрущев, да. Второй случай, который говорит о том, как бывает совмещение двух постов. Вот Ельцин был, когда ему нужно было делать рыночные реформы, которые превратили людей в хорошо живущих в нищих. Он был в первом полугодии 1992 года одновременно президентом и выполнял роль главы правительства. И вот, так сказать, он эти все людоедские реформы и проводил. А во втором полугодии уже в роли главы правительства выполнял Фейдар. И они действовали на пару. Вот, то есть не надо навешивать больше. Вот Сталин был генеральный секретарь, но он же никаких государственных обязанностей не нес на себе. Войну нес. Войну, значит, вместо Молотова, который возглавлял Совет Народных Комиссаров, стал председателем правительства Сталин. И когда закончилась война, он перестал выполнять эти функции. Поэтому, вообще говоря, совсем не обязательно, чтобы руководитель партии занимал обязательно какой-нибудь государственный пост. Потому что сама партия, она влияет на ход всех государственных событий. И кто руководит партией? Ну, кто больше работает, тот, собственно, больше влияет на дела партии. Вот я думаю, что этот принцип очень важно отметить, чтобы не кресло, не название поста, а деятельность человека. Если человек деятельный, он предлагает дельные предложения, он участвует в их реализации, он организовывает других людей, он убеждает их, он им доказывает, он показывает своим примером, как надо делать. То есть, ну, если человек хочет показать, как надо действовать, ну, и действуй, и показывай. Поэтому вот это тот стиль партийной работы и руководства партийной работы, который Ленин всячески поддерживал и который надо, чтобы он у нас возродился и чтобы он в той партии, которая котендует на пост, на роль партии рабочего класса, соблюдался. Поэтому, скажем, я могу сказать, что вот в рабочей партии, к которой я принадлежу, являясь сопредседателем идеологической комиссии, у нас во всех комиссиях один председатель рабочий, другой интеллигент. Ну, кроме рабочей комиссии, там два рабочих. Вот, а при принятии решений надо, чтобы было обеспечено большинство рабочих не в общем органе, потому что в общем органе, а потом, когда, получается, собираются рабочие, они то в вечер работают, то в ночь они работают, то они перегружены, не могут там приехать на собрание. Вот так может получиться, что хотя рабочие в большинстве в органе, там, в комитете или на собрании. Но, на самом деле, они реально не принимают решения. Поэтому, скажем, в рабочей партии России мы установили очень жесткий принцип. Вот сейчас идет голосование, вот сейчас сколько есть рабочих, если есть один, вот он один и будет голосовать. Если двое, значит один интеллигент может еще голосовать. Если пятеро рабочих, значит четыре могут голосовать. Ну и потом люди такие, как, скажем, Александр Сергеевич Казенов, и я, Александр Владимирович Золотов, мы обычно никогда не голосуем, потому что, ну, что мы будем голосовать, если мы представители, так сказать, интеллигентного труда, носители знания. Если мы не можем убедить двух рабочих, то мы, прежде всего, вообще не интеллигенты. Поэтому, разве голосованием мы влияем на дела партии? Мы влияем таким образом, что мы объясняем людям, как желательно действовать, доказываем, обосновываем, а не просто мы будем механически это голосовать. Рабочие должны чувствовать себя в партии, как вот члены партии. А это как связано с тем, о чем говорил Ленин? Вот берем последние его письма. Он в последних письмах говорит, что желательно для устойчивости партии, поскольку вот между вождями партии могут быть всякие разные трения, а это может повредить партии. Для устойчивости партии надо ввести в центральный комитет рабочих. Причем не таких рабочих, которые прошли длинную советскую школу и обюрократились, а вот тех, которые являются рабочими от станка, вот действительных рабочих. Я пример хочу привести. Вот недавно была дискуссия между Бузгалином и мною. И как-то у Бузгалина потерялись его секунданты, и в качестве секундантов выступили трое наших ленинградских граждан, среди которых Козлов, Абрамсон и Эпштейн Давид. Эпштейн Давид вместе со мной учился на математико-механическом факультете, я его хорошо знаю, вот и вот он был в партии в КПСС, как бы и написано было из рабочих, то есть он годик был у рабочих, а потом все время в карточке у него было написано из рабочих. Вот Ленин считал, что рабочим надо считать того, при приеме в партии, то без посторонних целей, без посторонних целей проработал не менее 10 лет в крупной машинной индустрии. То есть для того, чтобы получить коллективистскую психологию и рабочую закалку, надо не просто числиться рабочих или, как говорится, на рабочие сетки, как никто говорит. На сетки-то рабочие, а выполняются тем другие. То есть надо, чтобы материалистически понимаемые условия труда были такими. Еще один момент Ленин говорил, что вот как только мы стали правящей партией, вот если раньше чистку можно было не проводить, потому что эту чистку членов партии проводили постоянно соответствующие органы власти государственной, сажали по тюрьмам и так далее. То есть в партию человек, так сказать, понимал, что он рискует. А вот когда партия стала правящей, то некоторые товарищи потянулись в партию с какой целью? С той целью, чтобы получить доступ к каким-то более высоким должностям. Какое против этого средства? Вот Ленин предлагал в государстве революции сделать парт максимум. Парт максимум означает, что вот 500 рублей, сколько бы ты ни получил, получил 1000 рублей. Будь добр, 500 рублей на руки, а 500 в партийную кассу. И вот я разговаривал с одним товарищем, который мне рассказывал, как было на железной дороге. Директор, начальник железной дороги, 1000 рублей, получает 500 в партийную кассу, а 500 домой. Он член партии. Главный инженер беспартийный, 800 рублей. Он 800 рублей получает, идет домой. То есть люди, которые смотрят на эту картину, они очень не будут рваться в партию. Потому что если ты попадешь в партию, значит тебе не будет так вот сладко, как некоторым, что они вот как только попал на какой-то высокий пост. Влияние это у тебя будет, приказы можешь издавать, но денег много не получишь. Будешь получать, так будет считаться с рабочими. Как Ленин говорил, что надо, чтобы парк максимум был на уровне хорошего рабочего или среднего рабочего, там в разных местах по-разному. Я однажды провел, поскольку я участвовал в организации Компартии РСФСР, когда был и был в оргкомитете соответствующем, и разрабатывал программу действий Компартии РСФСР. Вот был такой момент, когда членов СТК уже избрали, а они еще никто там. Ни политбюро нету, ни секретарей, никого. Ну а вот сидят они в зале. Я говорю, ну пока мы тут ждем, давайте проголосуем. Вот кто за то, чтобы установить партмаксиум? И что вы думаете? Меньшинство было. Это было в 1990 году. Вот из чего можно было сделать вывод, что, конечно, степень гниения была очень большой в партии. Еще такие фокусы делались, например, в Брежневский период. Вот считалось, записано было, что при приеме в партии должно быть 59% рабочих. А как это делалось? То есть набирали тех интеллигентов, которые рвались к кормушкам, а потом любых рабочих, неважно уже каких, туда. В свое время была дискуссия между Сталином и Зиновьем. Зиновьем говорит, надо 90% рабочих в партии. А Сталин говорил, вы знаете, говорит, у нас сейчас 60. Это те рабочие, которые заводов. Это те рабочие, которые прошли закалку. А если мы сейчас будем принимать еще рабочих, это будут рабочие, которые вчера еще были мелкими буржуа. И у нас партия будет. В ней будет 90% рабочих формально, но это будет партия мелкобуржуа. Ну и еще один момент очень важный, и на этом я и закончу. Была дискуссия между Сталином и Зиновьем. Зиновьем говорит, надо принять во внимание, что Ленин говорил, что партия – это авангард класса, она принимает важные решения, она направляет класс. Давайте прямо и запишем. Диктатура партии. Сталин выступает и говорит, нет, это не пойдет дело. У нас диктатура пролетариата. А диктатура партии означает, что класс тогда должен служить партии. А на самом деле партия должна служить рабочему классу. И вот до тех пор, пока партия служит рабочему классу, она коммунистическая. Как только она перестает служить рабочему классу, она перестает быть коммунистической. Ну, если она выбрасывает диктатуру пролетариата из своей программы, откровенно, объявляет, что класса ворота прекратилась, а учитывая, что противоположные тенденции очень сильны, а вы разоружились, вы демобилизовались. Ну и все. И тогда получается разгром коммунистических сил не потому, что они таких мало, а потому, что они неорганизованные. И, так сказать, вот то руководство, которое должно было бы организовывать борьбу за коммунистические тенденции, оно разоружило, не только само разоружилось, оно разоружило всю партию. И тем самым привело к поражению сначала партию, а потом и государству, и, соответственно, тогда и Советский Союз. Вот, так сказать, какие выводы можно сделать. Ну и которые я сделал, а, на основе чтения полного собрания сочинений Ленина раз, на основе изучения программы и вот книги «Детская балет для виновных коммунизм» и таких работ, как что делать Ленина, на основе деятельности Ленина, как руководителя ЦО, и как члена Центрального комитета, который очень сильно влиял на все дела партии, как человек, пишущий, работающий и делавший то дело, которое было делами его жизни. Ну вот, и каждый, кто хочет это проверить или перепроверить, может сам, я в источнике указал, к нему обратиться и убедиться, что это было так на самом деле. Спасибо за внимание. Я готов ответить на вопросы. Михаил Васильевич, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот я на правах ведущего, я прошу прощения, уважаемые товарищи, я буквально пару вопросов задам, и дальше мы перейдем, так сказать, к общей очереди. Михаил Васильевич, меня просили передать вопрос, такой вот интересный вопрос. Скажите, пожалуйста, вот учение Ленина партии, скажите, пожалуйста, есть ли у Ленина собственное, как бы, философское основание этого учения, или оно взято откуда-то, вот не подскажете, пожалуйста, то есть в каком смысле имеется в виду, что... Ну, конечно, у него философское основание, только нельзя так понимать, что есть отдельное философское основание для партии, потом философское основание для государства, потом философское основание для проведения съездов. Я думаю, это было бы раздергать вообще всю философию на отдельные какие-то категории, на кусочки и отдельные какие-то звенья. Это вместо цельного учения философского получился бы какой-то мертвенный механизм. А вот это все люди ищут механизм. Это не механический процесс. То есть есть философское обоснование для понимания классовой борьбы. Что является? Учение о противоречиях. Как называется наука о борьбе противоположностей? Называется она диалектикой. И поэтому Ленин, если взять его одной из самых последних работ о значении воинствующего материализма, он говорит, что мы все должны стать сторонниками того материализма диалектического, который разрабатывал Маркс и Энгельс на основе гегелевской диалектики. И стать материалистическими друзьями гегелевской диалектики. Истолковывать ее на примере деятельности Маркса и Энгельса и на примере всей истории развития и классовой борьбы. Поэтому философское основание диалектика, и это философское основание, и диалектический материализм, и исторический материализм, это философское основание, конечно, лежит как основание для деятельности партии. Потому что партия должна рассматриваться с классовых позиций, как инструмент классовой борьбы. Это передовой отряд, авангард, передовой гад, охрана, это передовой отряд класса, и поэтому учение о классу и борьбе, о борьбе в противоположность и единстве, конечно, потому что если борются противоположные силы, они находятся в единстве, оно разработано в диалектике. И без диалектики нельзя стать вполне настоящим марксистом. Вот Маркс, простите, про Бухарина Ленин писал, что вот Бухарин очень, так сказать, законно считается теоретиком партии, но никогда не учился, никогда не понимал вполне диалектики. Поэтому его теоретические воззрения с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. Вот что получается, вот вождь партии, можно сказать, Бухарин, способный, теоретик, но только его воззрения не вполне марксистские. Вот вам оценка Ленина. И он и про других таких же вещей говорил, то есть он говорил это про Питакова, что один из молодых, хватает администраторским увлечениям к делу. А про диалектику ничего не сказал. Ничего не сказал. Единственный человек, вот про Троцкого он сказал, что это не большевизм, это политическая оценка. И, как говорится, его нельзя допускать до руля. А единственный человек, про которого Ленин сказал что-то такое, так сказать, не политическое, это Сталин. Что вот у Сталина слишком груб, недостаточно лояльны с товарищами. Потом подумал Ленин, еще дописал письмо это же, что надо подумать способ перемещения Сталина с этого поста, поставить туда другого человека, который бы отличал себя от Сталина одним, менее груб, более лояльным товарищам. Вот если люди не изучали диалектику, они не понимают, что таким человеком, который отличается от Сталина только в одном отношении, является только товарищ Сталин, исправивший эту свою ошибку. Потому что если возьмете любого другого человека, он в бесконечном числе отношений отличается от того, каким является Сталин. И надо сказать, что Сталин исправил. И вот интересно у нас, товарищи, так на Сталина нападают. Но вы бы сказали, что он продолжал грубо с кем-то разговаривать. Какие-то есть факты после смерти Ленина, чтобы с кем-то Сталин разговаривал грубо? Я таких фактов не знаю. Я пересчитал очень многих воспоминаний и конструкторов, и министров, и так далее. И враги Сталина, и ленинизма ничего не могут привести ни одного примера. Успокоились бы, если бы вы понимали диалектику, вполне Сталин диалектически на это отреагировал. У меня все. Я с вами согласен, Михаил Васильевич. Но, да, спасибо большое. Но я вот продолжу вопрос Дмитрия. Он немножко, я, видимо, не с того начал. Но вот какой вот вопрос мне Дмитрий Панин передал. Просил его озвучить, потому что он отсутствует. Я сейчас перейду к своим вопросам. Что вы думаете? Вы все время говорите о партии пролетариата. Ну, по сути, как-то это должно непосредственно влиять на сам состав партии. Например, могут ли быть в составе партии современная буржуазия, например. Или почему не может? Я вообще-то о партии пролетариата не говорю. Я все время говорил о партии рабочего класса. Не обратили внимания? Вы можете сверить. Сегодня вы посмотрите, переслушайте, и не найдете ни разу высказывания о партии пролетариата. Вы говорите все время. Вот я очень резко говорю о партии пролетариата. Извините. А о диктатуре пролетариата я говорю. Михаил Васильевич. Извините. Да, я тогда перефразирую вопрос. Позвольте. А может ли быть в партии рабочего класса, например, буржуазия, если она, естественно, имеет такое классовое прогрессивное сознание, например? Или если не может, то почему? Не может буржуазия. Не может буржуазия, потому что это целый класс. А отдельные буржуазии могут быть, которые перешли до позиции рабочего класса. Например, Энгельс. А Ленин кто был? А Ленин был дворянин с 16 лет. А Дзержинский не знаете, что он был дворянин? Дворянин был. А Маркс кто такой был? Буржуазный интеллигент. Кто тогда это? Что за люди? Что за компания? То есть, ну, я обращаю внимание ваше на такой важный очень документ, очень короткий. Всякий, у кого мало времени, может найти его и прочитать. Это полторы страницы, которые называются «Тезисы о Фейербахе», где Маркс подчеркнул, что человек есть продукт обстоятельств воспитания. Вот одно дело класс, вот класс, класс он продукт своего положения в производстве. Если рабочий класс, он заинтересован в одном. А если это буржуазия, она заинтересована прямо в противоположном. А если это мелкая буржуазия, она и туда, и туда. Почему? Потому что он трудящийся, этот мелкий буржуаз, и в то же время собственник. Поэтому он и туда хочет, так сказать, двинуться, и сюда. И он мечется. И то туда он метнется, то сюда метнется. И вот зависит от того, куда он пойдет, от правильной политики руководства, скажем, партии. Если партия, вот скажем, взялась доделывать буржуазную революцию и давать землю крестьянам, вот крестьянин и пошел за большевиками. Он их не любил, но пошел за ними. Потому что противоположный класс отнимал у него землю и лишал его, и вешал этих крестьян. И поэтому они в гражданской войне выступали в основном и главным образом на стороне большевиков. Несмотря на то, что они представители мелких буржуаз. Ну а, скажем, Энгельс просто буржуаз. Он входил, у него папа, фабрикант был. Поэтому, когда мы читаем вот Эйса Фейербахе, там написано, отдельный человек, то есть отдельный человек из продукта, обстоятельств и воспитания. А воспитание что значит? Вот вы кого-то послушали, и вас это убедило. И это может быть фактором, который, так сказать, повлиял на ваше поведение. Или наоборот, вы кого-то послушали, и настолько вам показалось это ненавистным, то, что вам сказали, и ненужным, что это отбило у вас всякое желание с этими людьми общаться и иметь какое-то с ними дело. То есть человек – это человек, человек, если это умный человек, если это прогрессивный человек, если это действительно великий человек, великий по способностям своим, он видит дальше интересов своего класса. Но если это представитель рабочего класса, он видит уже дальше, чем деление общества на классы, видит уже полный коммунизм. Он к нему стремится, когда не пытается... Не, он стремится навсегда остаться рабочим классом, он стремится уничтожить деление общества на классы. Если это дворянин, а таких дворян у нас было много в России, это вообще крупное историческое событие, что представители знатных родов дворянских выступили против крепостного права. За что? За то, чтобы освободить крестьян в крепостнической зависимости. Это же факт. Они встали на какие позиции? Можно сказать, на буржуазные. То есть на позиции более прогрессивного класса, на этап. Еще никакое общество не было буржуазным в России, а уже вот такое явление произошло. И это привело дело к тому, что сам царь вынужден был освободить крестьян в 1951 году. Ну и неполное освобождение было такое, без земли, но тем не менее их к этому вынуждены. И это вот результат выступления декабристов. Поэтому если люди действительно прогрессивные, глубокие и талантливые, они смотрят дальше, чем вот эгоистические интересы их собственного класса. Они разбираются, какой класс прогрессивный, какой реакционный. Но если человек просто ученый, как Маркс, он разобрался, что вот рабочий класс – прогрессивный класс, буржуазия – реакционный класс. И он как человек прогрессивный, за какой класс будет выступать? За отсталый или за передовой? За передовой. Что тут такого непонятного? Это нормально. А если человек темный, он погнался за деньгами и тоже хотел куда-то влезть, и какие деньги получить, сколько у нас таких, которые думают, что они сейчас обогатятся? А потом их раз сталкивают с корабля, и они тонут, и в нищету падают. Вот так обстоит дело. А вот насчет диктатуры Упетриата, которую я упоминал, я хочу обратить внимание на то, что нельзя это слово, эту вот фразу, диктатуру Упетриата, разделять на две части. Потому что диктатура – это один вопрос, что такое. Это власть не ограничена никакими законами, потому что право – это возведенное в закон воля господствующего класса. А пролетариат – это, так сказать, класс без собственности. Но когда уже социалистическая революция свершилась, он уже не является пролетариатом. Поэтому название сохраняется, диктатура пролетариата, ну как красные чернила. Вот эти красные чернила какого цвета? Чернила какого цвета? Черного, а красные чернила какого цвета? Красного. Поэтому надо понимать, что если вот есть такое устойчивое выражение, это уже не просто сумма там соединения двух слов, а это, как говорит Ленин, научное, латинское, историко-философское выражение, которое означает, что только определенный класс, он не говорит пролетариат. Городские, вопричные, заводские, промышленные, рабочие, в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых до полной уничтожения классов. У меня по этому вопросу все. Спасибо большое. Хорошо, хорошо. Пожалуйста. Ну, Михаил Васильевич, я немножко продолжу этот вопрос. В каком смысле? Я, знаете, если понаблюдать на сегодняшний, так сказать, пролетариат или рабочий класс в том числе, ведь производство или само в производстве, сами люди от производства довольно отчуждены. То есть в каком смысле? Они разобщены, они не видят результат своего труда. Ну, то есть они отчуждены сильно довольно сегодня от самого процесса производства, как вот индивиды. А вот как раз то, что их объединяет с точки зрения, значит, ну, конституирует, да, это как бы потребление, то есть, грубо говоря, положение благосостояния, скажем так, в обществе, да. А скажите, пожалуйста, Михаил Васильевич, может, это, конечно, анализ неверный, но в данном случае может ли класс, раз он оторван от производства, конечно, я понимаю, с диалектической точки зрения он никуда не девается, он лишь, значит, развивается в этом смысле, только не является ли он носителем, я бы сказал, даже в данном случае как раз буржуазного, значит, в основном, я имею в виду, в общественном смысле, то есть как класс буржуазного сознания, буржуазного классового сознания. Ну, давайте мы вот этот вопрос ваш возьмем, мы будем его разбирать. Во-первых, вы так заявляете, что я наблюдаю. Как вот вы наблюдаете, я удивляюсь. Сейчас наблюдать невозможно. Вы можете попасть на завод, я не могу. Я в свое время, как преподаватель политэкономии, у нас такое было правило, что вот, скажем, кафедра отраслевых экономик, там 850 часов нагрузки давали, а политэкономии 550. Зато мы должны ходить по заводам и лекции читать. Вот я тогда был. Я был на Казицкого, я был на Балтийском заводе, я был на Светлане, я был на Столепрокатном. И где я только не был. И на канатной фабрике Нева, и Венкобуре, и Вестник, и прочее, прочее, прочее. Так, куда вы пойдете? Вы никуда не пойдете, вас никто не пустит. Везде частная охрана, и вас никто не проведет. И профсоюзу не дадут провести вас. А раньше я вот на Кировский завод, если меня приглашают в правком Кировского, то я туда иду. Это не дело администрации, это ее не касается. Если меня пригласили, мы с профессором Казяновым приходили, и с ними там участвовали, обсуждали. Поэтому наблюдать сейчас невозможно. Затем какой рабочий класс? Кого вы видите? Сантехников, строителей. То есть тех, которых Ленин не относил вот к этой группе, которую он называет великом починием. К городскому, фабричному, городскому промышленному предприятию. Как можно говорить, что анноватору над промышленностью? А кто промышленность осуществляет? Кто осуществляет непосредственно материально-производительный труд? Это А, рабочие, и Б, инженеры, которые выполняют управленческие функции. Почему? Потому что всякий непосредственно общественный или совместный труд нуждается в управлении, которое осуществляет связь индивидуальных работ и обеспечивает функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом. Ну а кто это делает? Ничего подобного, он ниоткуда, никак не оторван, наоборот. Городской, фабричный, городской промышленный рабочий класс наиболее тесно связан. Я хочу обратить ваше внимание, может быть, вы пропустили, на Лену Ру недавно очень интересный материал был вывешен. Один товарищ, программист, который 13 лет является программистом, является системным администратором, директором юридической фирмы, который, значит, гоняет эти биткоины и играми занимается, он рассказывает, кто такие программисты, вот которых провоказируют Бунгалин и другие. Программисты – это очень нужные люди, очень важные, но они абсолютно изолированы. Они изолированы, во-первых, от благосостояния общества, они в очень хороших условиях живут, и они могут жить где-нибудь на островах, все они получают. Да, видео хорошее, видео хорошее, я смотрел, да. Вот они, то и дело, что они, их благосостояние никак не связано с тем хуже рабочему классу, лучше рабочему классу. Буржуазии им сильно много не дают, чтобы они не превратились в буржуазии, чтобы они работали, чтобы они делали то, что от них требуется. Но оно делает так, чтобы они вообще оторвались совсем от трудящихся, чтобы они о них забыли. И вообще они на курорте, но они на этом курорте должны, между прочим, составлять там программы и выполнять те функции, которые их вот работа делает. Поэтому картина как раз обратная. Поэтому, а то, что вы говорите, что очень много людей заражено буржуазностью, ну, я думаю, что это совершенно правильная позиция, потому что она даже историко-материалистическая, потому что в буржуазном обществе, поскольку производство буржуазное, то общественное бытие определяет общественное сознание. Какое сознание большинства? Буржуазное. Поэтому Ленин никогда не рассчитывал, что кто-то при буржуазном сознании проголосует за большевиков. Вот выборы были в учредительное собрание. Ну, за кого проголосовали? За меньшевиков и сэров. В большинстве большевики получили второе место. Вот и все. А большевики вовсе не думали, сколько на выборах. Мы, говорит, по-другому будем получать большинство. Мы сначала возьмем власть. Мы отдадим, так сказать, землю крестьянам, паблики рабочим. И на нашей стороне будет большинство. А если будут, так сказать, на нас наступать, мы отберем у богатых, так сказать, хлеб отдадим, оставим им корки, а хлеб отдадим красноармейцам. И мы выиграем. Вот как ставился вопрос. То есть большинство завоевать нужно. А завоевать его голосом нельзя. Вы думаете, вот вы сейчас меня записали, и сразу большинство пойдет на революцию. Нет. Все равно мы с вами вместе, и вы, и я, и те, кто организовывает эту запись, будем в меньшинстве. Но мы-то понимаем, можно быть в меньшинстве и выполнять прогрессивную роль, а можно быть в большинстве и выполнять реакционную роль. К сожалению, в значительной мере, так сказать, некоторые рабочие выполняют реакционную роль. Привожу пример. Жили-были трое рабочих. Двое рабочих решили их урочно поработать. И стали работать не 8 часов, а 12. Прибавили по 4 часа. Тогда хозяин раз и уволил третьего. Кто уволил, спрашивается, этого третьего. Хозяины ли эти рабочие? Вот эти рабочие вытолкали своего товарища, потому что они думали, как бы им в одиночку получить себе. Вот они должны думать, как-то мы вместе получить большую зарплату и сократить рабочий день. А они думали о том, как выбиться. А когда их стало мало, их стали душить, потому что они не в состоянии сопротивляться. Их малочисленные заводы, малочисленные предприятия. Поэтому, конечно, комплименты мы не должны делать рабочим за просто так. Если вы рабочий, то вы молодец. Если вы рабочий, то вы должны понять, что ваша роль, так сказать, коллективизм крепить, а не разрушать. А вы что делаете? Или зачем вы работаете, когда вам зарплату не платят? Это же так делают крепостные. Вы хоть, ну вы хоть, давайте как вот положено в буржуазном обществе. В буржуазном обществе, вот мы с вами договорились, я вас нанимаю, а вы работаете. Я вам не плачу, вы все равно работаете. Действительно, я не буду вам платить. И работайте тогда по три месяца. И в Москве работали по три месяца бесплатно. И у нас на метрострое бесплатно работали. А зачем вы бесплатно работали? В кодексе написано, в 142 статье, напишите бумажку, чтобы приостанавливать работу и ждите, когда вам бумажка придет, что, уважаемый Иван Петрович, завтра выходите на работу, вы получите зарплату. Зачем вы работали? Поэтому не надо комплиментов делать тем рабочим, которые идут на поводу у буржуазии. Вот мы должны обращаться, почему нужен авангард рабочего класса. И вот даже Ленин специально говорит, есть белые вороны. Вот они белые вороны, белые вороны, а наступают такие времена, когда вдруг, в отличие от животных, которые заплюют эту белую ворону, вдруг все начинают себя вести, как эти белые вороны. И как вы знаете, как один поднялись потом на революцию. Мало кто был противников революции. Но для этого надо к этому подготовиться. Вот считайте, что наша с вами передача – это подготовка хорошая. Надо это разобраться, надо ответить на вопросы, надо поспорить, если это есть какие-то тут разночтения. И это совершенно необходимо. Тем более, нас никто никуда не гонит, и мы можем спокойно обсуждать и доказывать друг другу. Это и хорошо. Хорошие, спокойные обстановки, деловой и уважительной. Спасибо. Хорошо. Михаил Васильевич, я тогда перейду к вопросу, который частично меня интересует. Пожалуйста. Я полагаю, что он будет многим интересен. Вы знаете, может, конечно, я еще не успел ознакомиться или с Кудаумин, но вот говоря о методах разрешения противоречия именно внутри партии, одно из экономических оснований этого разрешения является партмаксимум. То есть, чтобы люди не рвались, так сказать, туда, куда не стоит. Скажите, пожалуйста, есть ли еще методы? И какие еще вы видите противоречия, которые могли бы решиться, например, или необходимо разрешать, помимо вот, допустим... Значит, дело в том, что партия, она же не в вакууме становится. Почему мы вот говорим много о том, что вот очень важно, чтобы советы были органами, которые избираются в трудовых коллективах. Почему? Вот, скажем, члены партии были избраны депутатами. Так, они члены партии. Но их может любой коллектив отозвать в любой момент, если они вот так избраны. Вот если они избраны по территориальным округам, невозможно отозвать. Ну, невозможно собрать жителей. Вы знаете всех членов вашего подъезда? Я, например, не знаю. Я даже как зовут не знаю. Поэтому для того, чтобы мог быть реально совершен отзыв депутата, надо, чтобы, значит, они выбирали, а не только выдвигали. А у нас выдвижение осталось, а выборы пропали. Выборы пошли на территорию. И это очень затруднило дело. Потому что партмаксимум, партмаксимум. Но вот человек все равно зазнался. Все равно он нашел другие там формы и источники. Он, может быть, не будет деньги получать. Он будет, у него какая-то лечебница особая. Или он, может быть, в дом отдыха чаще ездит, чем другие. Или он условия себе другие обеспечивает и так далее. Потом не надо доводить дело до разложения. Но человек видит, что он уже плохо стал работать. Ну, отправьте вместо Иванова Петрова. И все. В чем проблема? Не надо из этого, из отзыва депутатов делать какой-то криминал. Это никакой не криминал. Это нормальное дело. Пусть люди все проходят. У Ленина же была другая мысль, кроме той, которую вы назвали. Что надо, чтобы каждый на время становился бюрократом. И чтобы поэтому никто не мог стать бюрократом. На время. Ну, побыл ты уже депутатом. Да, я побуду месяц. Ну, и хватит. Ну, второй, третий, четвертый, пятый. Почему там должны сидеть? И все время будет живая связь. Но надо, чтобы эти депутаты отчитывались. А отчитываются они, чтобы выделено было время. И чтобы это время оплачивалось. Чтобы это не было. Ой, нам некогда. Нам надо план выполнять. Нам все. Нам это важно. Иначе ваш план выполнится, а государство рухнет. Поэтому надо, чтобы отчетность депутатов была поставлена. Это очень важно. Поэтому нельзя оставлять партию в вакууме, что она руководит, а ее никто не контролирует. Если я в ваших интересах действую, то есть в интересах класса, ну, то пусть класс меня проконтролирует. Вот вы соберетесь, я поставлю вопрос, отчитаюсь, и вы скажете, так, Михаил Васильевич, мы послушали, что вы сказали. Нас не устраивает. Такая ваша работа. Так, в следующий раз вот Леватный пойдет, пускай поработает. Он моложе и энергичнее, пусть она и отвечает. А я обрадуюсь, думаю, ну, пусть Леватный работает. Хорошо, сколько можно на одном человеке. Хорошо, Михаил Васильевич, спасибо большое. Ну, тогда, товарищи, пожалуйста, значит, в порядке очереди. Илья, ты здесь, ты вроде бы первый, значит, имел вопросы. Скажи, пожалуйста, ты сможешь озвучить только не больше двух вопросов, потому что время. Да, да, меня сейчас слышно? Ты здесь, Илья? Так, сейчас. Да, да, пожалуйста. Да, слышно. Как я понял, вопрос про буржуа был задан, если я правильно понял. Может ли буржуа быть в партии или не задан? Был задан, был задан. Да. Был задан другой вопрос. Может ли буржуазей быть в партии? Буржуазей не может, а буржуа отдельный может. Хорошо, вот... Буржуа – это класс, а буржуа – это отдельный человек. Буржуа – это отдельный человек. Вот я, как активный, так скажем, слушатель ваших лекций и посетитель Красного университета, слышал у вас один такой тезис о том, что должна быть только одна коммунистическая партия. Остальные как бы не соответствуют той участи, что они должны роль пролетариата, ну, что не интерес пролетариата как-то отстаивать. То есть, должна быть только одна партия. Такой тезис. Отсюда вопрос. Сейчас есть огромное количество партий, которые как бы себя считают именно той самой партией, что именно они отстаивают те самые интересы. Как отграничить, какая партия является истинной партией пролетариата, а какие являются оппортунистами, ревизионистами и прочими нехорошими людьми? Значит, как известно, людей оценивают, и партии тоже, по действию, правда? По делам. А делам, они бывают как экономические, политические, идеологические. Поэтому мы начинаем по всем этим параметрам оценивать, вот какие партии организовывают работу на заводах. Не кричат, что выходите и протестуйте. Вот те, которые гонят людей просто протестовать, это люди, которые не хотят, чтобы люди поставили определенные цели, не хотят, чтобы они выставили требования, не хотят, чтобы они учились добиваться этих требований. Эти требования могут быть и к руководству предприятия, и к руководству, в конце концов, страной, и требования к своим собственным руководителям. Если вы наши руководители, так вы, пожалуйста, делайте то, что в наших интересах, а не то, что вы там наметили. Поэтому это первое, значит, по действиям надо оценивать. Дальше берем вопросы идеологические. Что пропагандируют? Ну, что пропагандируют люди, если они пропагандируют, что вот, дескать, у нас вот креативный класс, это, ну, люди вроде такие, как я. Креативные. Мы креативные. Значит, те, кто меня кормят, креативные. А я, поскольку я это не креативный, а я креативный, потому что я это потребляю и выступаю. Но я, извините за выражение, я 19 лет учился, когда другие меня кормили и поили. Я 11 лет в школе учился, потом 5 лет в ВУЗе, потом 3 года в аспирантуре, и после этого только получил трудовую книжку. Поэтому у меня стаж меньше, чем у некоторых других товарищей, которые по возрасту меня моложе. Как же можно так? Я считаю, что вот такие заявления, как у Бузгалина, что креативные классы, это вот, ну, кто угодно, кроме рабочих. То есть, они создают. Они ничего не создают, они создают идею. Это очень важно, очень нужно. Но материальные блага они не создают. А материальные блага, мы материалисты с вами или нет? В основе лежит всего развития общества материальное производство. Поэтому вот вам критерий. Если мы хотим, второй критерий, это научность. Ну, есть четкие требования в марксизме. Мы за историческим материализм с вами или нет? Если вы не берете, что в основе всего общественного развития лежит развитие общественного производства, а вы говорите о чем-то другом, и хотите искать тот класс, который поведет нас вперед в другом месте, значит, это не марксистская наука. И кроме того, вот вы сказали, а должна быть одна. Не должна быть одна, а может быть только одна. Почему не должна быть? Потому что нет тут никакого должностования, мы никому не можем сказать, вы должны делать так. Потому что если я скажу вам, что вы должны, значит, вы так не делаете. Потому что если вы делаете, что я вам говорю, что вы должны? Вы так делаете. Поэтому эта сама формулировка неудачная. Я так не говорю. Я говорю, что может быть одна. Почему? Потому что авангард может быть один. А если одна партия зовет туда, налево, другая направо, первая, третья в бок, четвертая, еще куда-то. авангард может быть только один класса партия это авангард класса ну как может быть два авангарда вы видели, представляете себе идет отряд солдат а впереди два авангарда этот налево тянет, этот направо даже тройка лошадей, все равно там есть кореник и есть два престижных а уж три надо тогда вот например Единая Россия она вот в буржуазии, она кореник а у нее есть престижные ЛДПР, да, справедливая Россия вот вам пример авангарда вот такой тройной скажем, а иначе бывает обман такой, как в Соединенных Штатах Америки там буржуазия имеет свой авангард? имеет, двуглавый дракон вам надоело за республиканскую партию голосовать? голосуйте за демократов, надоело за демократов голосуйте за республиканцев так кто там авангард? вот эти две партии образуют авангард вот они образуют авангард вместе и это такая комбинация вот между собой они вроде дерутся, сражаются а кто победит? да победит буржуазия американская потому что кто важнее американская буржуазия или республиканцы, или демократы? да республиканцы и демократы содержатся в буржуазии ну кому в кормушку больше бросят в избирательную тот сейчас и выиграет ну их так вот и держат, чтобы они были примерно равны а что будет, если победят демократы? да то же самое, что победят республиканцы и вот, так сказать, народ обманывает дурят и люди на эту такую мелкую наживку и попадаются постоянно вот что я могу Михаил Васильевич, я понял то есть, если подвести итог просто по этому вопросу то есть, нужно смотреть на то что именно делает партия то есть, теорием того является ли партия воистину пролетарской это практика я правильно понимаю? понял? правильно только широко понятая практика практика идеологической борьбы в том числе практика научная хорошо, тогда у меня всплывает второй вопрос который я по праву который Агамит сегодня выдвинул могу задать как известно сейчас ну вам достаточно часто об этом говорят на интервью достаточно большое количество статей по этому опыту выходит что вы занимаетесь чрезмерной теорией и вот тут, соответственно выплывает от этого второй вопрос какая должна быть граница в партии между занятием теорией и занятием практикой как отделить сидение в библиотеке от умираниях на баррикадах где должна быть эта граница и как она должна быть проведена это интересное наблюдение которое я сейчас услышал и не знаю может быть кто-нибудь более внимательно следит за моим графиком чем я но, во-первых я, между прочим, преподаю и это занимает значительную часть у меня времени так что я не очень-то могу рассиживать в библиотеках я много очень рассиживал в библиотеках и у меня на сегодняшний день там 353 книги но это не значит что я сижу в библиотеках мне приходится урывками это делать в том числе по ночам это во-первых во-вторых мне приходится заниматься я главный редактор газеты «Народная правда» которая освещает деятельность Российского комитета рабочих поэтому я должен вычитать все материалы и я должен вместе с другими товарищами и прежде всего вместе со своим первым заместителем который основную работу ведет Иван Михайлович Герасимов по «Народной правде» я должен тоже в этом принять участие это практическая работа а там надо видеть ошибки недостатки и формулировки и так далее в-третьих я вычитываю и исправляю и редактирую все проекты коллективных договоров которые появились в это время у всех членов рабочей партии России а если я еще не так сильно загружен в этом вопросе только потому что товарищи наши задерживаются вот я никакие договора долго не держу у себя без того чтобы сделать замечание исправить поправить и направить обратно на то чтобы это выпускалось вот теперь необходимые консультации я сделаю как вы понимаете чтобы я вот 14 лекций прочитал по разрешению социально-трудовых конфликтов и технологиях регулирования они все висят на на сайте фонда на канале фонда рабочей академии и 15 лекций по политическим составляющим социально-трудовых конфликтов где буквально там не в теоретическом плане а в крайне практическом разжевывая каждый пункт что там нужно делать для успеха вашей борьбы в коллективном трудовом споре вот я этим занят очень много более того в своих выступлениях я рассматриваю вопросы профсоюзной борьбы специально скажем я участвовал в организации того чтобы появилось интервью товарища Ковалева о профсоюзной борьбе в народной правде и в том что вывешено хотя вот главную роль тут сыграл и товарищ Золотов из Нижнего Новгорода и товарищ Кузьмин больше всего который взял интервью у Ковалева это очень непросто было сделать и этот материал замечательный мы вот опубликовали так что мы над этим скажем я вместе с Константином Васильевичем Федотом которым мы с которым мы вместе мы подготовили проект трудового кодекса России и занимались вместе с другими нашими товарищами его продвижением я не видел сегодня чтобы этими делами кто-то особенно занимался даже прочитать не могут кодекс прочитать не могут и использовать его не могут поэтому я думаю что это так сказать ну я вынужден отвечать на ваш вопрос поскольку он задан если кого-то интересует мой график работает этот график связан с тем что я должен читать все что пишут наши члены партии и отвечать и советовать им по всем практическим вопросам и это моя тоже обязанность как сопредседателя идеологической комиссии и если люди хорошие что-нибудь написали я редактирую и помогаю чтобы все это делали до кондикации чтобы это было опубликовано и чтобы это было прилично выглядело и вполне литературно и грамотно так что наше положение вот положение моего партии и других товарищей не очень намного оставляет время для теоретической работы но ее все равно вести надо потому что если это не будет не будет теоретической работы то это значит не авангард класса потому что мы должны заниматься внесением сознания в рабочее движение и партия если мы эту тему с вами затронули то вот самое короткое ее определение Ленина партия рабочего класса это соединение научного социализма с рабочим движением если у вас нет научного социализма то нечего и соединять если у вас нет рабочего движения это не партия это клуб университет что хотите вот в этом я думаю так обстоит дело на самом деле хотя настроение такого рода что надо это контролировать чтобы это дело не было перекосов совершенно правильно я поддерживаю и поддерживаю контроль со стороны трудящихся не только со стороны членов партии. Трудящие заинтересованы в том, чтобы была хорошая партия. Спасибо вам большое за критику. Спасибо. Спасибо, Илья, за вопрос. Михаил Васильевич, спасибо за ответ. Так, ну, товарищ Александр, пожалуйста, вы хотели задать вопросы. Я рекомендую много не задавать. Время и деньги, как говорится, сейчас. Здравствуйте, Михаил Васильевич. Так, вопрос у меня, ну, два вопроса задам. Первый вопрос у меня такой, какие требования можно обозначить для вступления в партию? Достаточно ли просто декларационного признания программы партии? То есть теоретическая подготовка, политическая работа, какая тут мера для измерения этих критерий? И какие условия для приема в кандидаты в партию, а какие в члены партии? Значит, объясняю. У нас кандидатов в партии нет, и как и в партии не было, пока был буржуазный строй. Потому что вы вступаете в партию, берете, например, дополнительные обязательства, благ никаких вы не получаете, сдаете партийные взносы, получаете партийные поручения, несете ответственность определенную, поэтому вот вам и ваши кандидатские нагрузки. То есть поэтому мы спокойно принимаем партию товарищей при условии признания программы и устава. И обязательства, которые должны быть записаны в заявлении, что я обязуюсь их выполнять, я не только читал, изучал и признаю. А вот товарищ Сталин на 18-м съезде объяснял, что если мы вот напишем, что человек понимает программу партии, это будет через край. Потому что для того, чтобы ее понимать, это научный документ, и он предполагает большую теоретическую работу и большое обучение. Поэтому в партии человек скорее ее пройдет, чем рядом с партией, когда он никакими делами не занимается, не общается с членами партии. В коллективе надо это дело познавать. Поэтому мы спокойно относимся к тому, что человек приходит, и никаких особенных требований не налагаем. Но требования пройти Красный университет налагаем. Сиезд последний, 25-й, принял решение, что каждый, кто вступает, должен взять на себя обязательство пройти обучение в Красном университете. Не удалось в этом году, в следующем. Но если он так и не пройдет, это основание для исключения. Потому что это соединение научного социализма с рабочим движением. Если вы не успеваете изучать, не можете вносить, не получается у вас партийность. Ну не получайте, не получайте. Но если член партии, это же не что-то такое, что делает человека лучше, чем, скажем, другие люди. Но другие люди тоже хорошие, много разных хороших людей, не всем быть членами партии. Но если человек член партии, значит он должен выделяться же тем, своими знаниями, своей теоретической подготовкой, своей ответственностью, своей дисциплиной. Его не надо подгонять, его не надо заставлять. Ну что это за партия, когда мы будем ходить и заставлять? Зачем это нужно партия? Наоборот, все должны подталкивать тех, кто считается руководителем. Скажем, а что вы это не сделали, это не сделали. Вот нормально. У нас все для этого создано. Поэтому никаких вот такого рода ограничений мы не ставим. А вот исключение у нас очень легкое. Не выполняет человек, не выплачивает членские взносы, не распространяет газеты, не выполняет другие решения, партия не выполняет. Или идеологически разошелся с партией. До свидания. Разошлись, исключили. Стали поддерживать того, кто, кого исключаемый. И сами встали на неверную идеологическую позицию. Мы взяли целую группу товарищей из Энгельса, всех исключили. За поддержку Бегизова, который сюда зовет американские войска и требует, чтобы руководители государства поцеловали американский сапог. Нам такие люди, которые сюда зовут американские войска, не нужны. Это пособники. Мы раньше боролись, и я в том числе, вроде как, теоретически боролись, и идеологически с фашизмом на их свой. Выясняется, что нам надо бороться с теми пособниками американского фашизма во внешней политике, которые есть под личиной левых. Вот у нас главная эта опасность. Нам этот американский фашизм в внешней политике, нас вообще пока не касается, пока у нас ракетно-ядерный щит. А вот что касается наших предателей, которые у нас есть, их готовится к тому, что если, как говорится, придет американский сапог, то нас с вами взернут на виселицу или сожгут. Это есть. Второй вопрос у меня такой. А где граница между марксизмом догматическим и марксизмом творческим? Как мы должны определить, где марксизм возникает, а где ревизионирует? Вы знаете, что такое граница? Ну да, определенная. Ну и что такое граница? А определенность, которая объединяет, разделяет два нечто. А раз она объединяет и разделяет, вы говорите, где граница? Вот она и есть. Потому что граница, как раз, она и есть между марксизмом и ревизионизмом. В чем состоит догматизм? Догматизм – это если я слепо что-то заучил и придерживаюсь. Я не знаю, вот вы слепо заучили? Я, например, Ленина всего прочитал, чтобы слепо не заучил. Я не стал в УЗИ, когда был, я не стал с такой стороны до такой читать, потому что считал для себя это оскорбительным и немножко понимая, что такое наука. Я решил, что это лучше прочитаю я позже, но я прочитаю капитал целиком. И я на занятиях, вот лекция начинается, я иду в библиотеку, открываю капитал и читаю. Звонок прозвенел, закончилась лекция, я его не читаю. Потом семинарские занятия, я открываю, приходит преподаватель. Вы что читаете? Я говорю, капитал. Ага, меня не трогают. Я на партсобраниях читал Ленина. Приходит, говорит, что вы там читаете на партсобраниях? Ленина читает. Отстают. И так потихонечку. Надо же время-то набрать его, откуда его возьмешь, его же нету. Но надо, чтобы это было не догматически. Я, например, прочитал все стенограммы съездов. Вот вы прочитаете резолюцию съездов и будьте догматиком. А я прочитал всю дискуссию вокруг этих решений. Кто когда выступал? Что говорил Троцкий? Что говорил Каменев? Что говорил Зиновьев? Что говорил Сталин? Вот вы читали вообще стенограмму шестого съезда, который рассматривал вопрос о вооруженном восстании? Я, например, читал. А вы не читали, потому что вы что-то услышали и у меня спрашиваете. А что я вам этот пророк, что ли? А что вы меня спрашиваете? Идите к Ленину и читайте. Это вот плохо было бы, если бы Ленина узнавать от Попова. Это может быть и как некоторая поддержка, это неплохо. Но вообще-то лучше Ленина узнавать от Ленина, и Маркса от Маркса. И науку логики читать самим. А вот с Лениным советоваться, если вам нужно помочь разобраться в том, что вы читаете Ленина, а вот это вам непонятно, и вы ко мне спросили, вот мне это нравится. Вам непонятно в науке логики, и вы меня спросили, поскольку я там больше этим занимался, я вам отвечу, это нормально. Если у Маркса вам что-то непонятного, потому что первый том прочитали, а я три. А я еще прочитал и теорию прибавочной стоимости, которая называется этим самым четвертым томом, и прочитал экономическо-философские рукописи, две огромные рукописи, в которых есть те определения, которых в капитале нет. Вот вы меня придете и спросите, а чего нет в капитале? Я вам скажу. То есть я вам буду помогать. Вот тогда у нас будет творческое развитие марксизма. А если у нас будет вот, так сказать, а вот мы считаем, что вы догмати. Да считайте, что хотите. Можете считать, что я крокодил. Это не имеет никакого значения. То есть что кто-то про меня считает. Марк, знаете, как говорил, иди своей дорогой, и пусть люди говорят все, что угодно. А Ленин цитировал, особенно когда на него нападали, он говорил, что... Приводил Некрасова. Мы слышим звуки одобрения не в сладком ропоте хвалы, а в диких криках озлобления. Если вот, скажем, нападали на Ленина и говорили, ходили по Невскому плакатами в 1917 году, что Ленин немецкий шпион. Вы видели, чтобы Ленин выступал и говорил, нет, я не немецкий шпион. Это последний дурак только так будет реагировать на вот такие обвинения. Обвиняйте, как хотите, меня. Можете считать, что я квадратный... Михаил Васильевич, можно последний вопрос я задам? Вопрос такой, как раз связанный с творческим марксизмом, и про партию, и государство обсуждали, чтобы оно не отчуждалось, чтобы его контролировали. На мой взгляд, творческий марксизм должен применять метод Маркса к исследованию того общества, в котором мы, допустим, жили в Советском Союзе, в котором мы живем сейчас. И в СССР мы провозгласили, что построили социализм, но при этом же сохранились вот эти вот товарные отношения, и не способствовали ли они тому, что отчуждалось государство и партия, и воспитывалось такое сознание. И ставить надо вопрос об уничтожении товарного производства, подведении под социалистическую настройку социалистического балкса, как Марц писал в критике ГОТСКОЙ программы. По труду, учет, контроль, распределение. Да. Задали вопрос, да? Можно я отвечу? Да, спасибо. Значит, во-первых, вот когда вы говорите «творческий марксизм», он попахивает таким нельцой, такие высказывания. Марксизм всегда творческий. Если я к марксизму прибавляю слово «творческий», значит, я даю понять, что есть какой-то нетворческий марксизм. И это бросает тень на марксизм. Вот я бы вам не советовал вот такую терминологию употреблять. Марксизм, он и есть творческий. А если он не творческий, то он и не марксизм. Почему бы так не сказать? Ну, правильно, какой же марксизм? Когда человек заучил, что ты и толдычит. Одно и то же. Второе. Вы не разобрались в вопросе характера социалистического производства. Я вам посоветую. Есть такая книга «От закона стоимости к закону потребительной стоимости». Есть моя книга «О планомерное разрешение противоречия развития социализма как первой фазы коммунизма». Там тоже это написано. В этих книгах продолжается линия, которую Ленин проводил, что государственный продукт, продукт социалистической фабрики, обмениваемый на крестьянское продовольствие, не есть товар в политико-экономическом смысле. Вы в каком смысле употребляете товар? В смысле, название просто или по смыслу, по-экономическому? Нет, он не товар. Почему не товар? Потому что товар – это продукт, производимый для обмена. А государство производит продукцию не для обмена, а для того, чтобы накормить людей, одеть людей, обеспечить людей. Поэтому со стороны крестьянина – это товар, а со стороны государства нет. А когда уже нет этого отдельного крестьянского хозяйства и нет отдельных коопераций, она вошла в систему планомерного ведения хозяйства, нету товарного производства, есть товарность. Вот такой термин «товарность» у меня в книге использован как момент самого непосредственно общественного производства. А вы говорите, пока сохраняются. Не сохраняются они. Вот в переходный период сохраняются товарные отношения. Но уже в переходный период государство товар не производит. И средства производства не товар. И предметы употребления не товар. Но это все равно, что вот, скажем, вы зачем проводите вот это вот обсуждение вопроса? Для каких целей? Чтобы поменять на что? Вот что такое товар. У нас же не товарное сейчас хозяйство, не товарная деятельность. И вы хотите знания получить. Я хочу знания передать. Если я какие-то знания имею, так сказать, а вы хотите убедиться в том, что у вас они есть и так далее. И вы хотите, так сказать, использовать некоторый потенциал, который у меня есть. Я же вас не заставляю со мной соглашаться. То есть то, что вы сказали, это неверно. Это социализм, непосредственно общественное хозяйство, не товарное. Значит, это зафиксировано еще и в переписке Ленина и Бухарина, которые нету в полном собрании сочинения Ленина. Но есть ленинский сборник, 11-й и 40-й. И в одном написано, и в втором. Откроете обмен записками, и там Бухарин, там есть рецензия, такое замечание Ленина на экономику переходного периода Бухарина. Бухарин написал, при капитализме товар, а при социализме продукт. А Ленин еще в одном столбике справа пишет, не точно. Надо написать продукт, идущий в потребление не через рынок. И вот это, это не включили в собрание сочинений, чтобы не было однозначного ответа, который бы вас, например, сразу правильно настроил. Это вот умудрились так люди издавать полное собрание сочинений, которые, конечно, не полные. Если вы читаете полное, это не полное. А полное какое? А полное это ленинские сборники. По мере того, как набрали документы, и они выпускаются. Это другое издание, оно менее распространено, их меньше и тираж, но они есть. Так что вот я, например, этим, как не догматик, я этим тоже пользуюсь. А догматик где-то вычитали, причем не помнят где, и повторяют. Где вы такое вычитали, вот то, что вы мне задали? Это вот догматическое повторение каких-то ревизионистов. Вот что вы мне повторили. Нет такого у Ленина, и у Сталина такого нет. Спасибо. Александр, спасибо большое. Михаил Васильевич, спасибо за ответ. Пожалуйста. Чем мотивирует рабочих для вступления в партию? Вот такой вопрос задал я вам. А зачем их мотивировать вступление в партию? Пусть не вступают. Это нам же не надо, это рабочему классу надо. Нам это не надо. У меня хорошие условия, отличные. Зачем нам все рабочие? Это рабочим надо. Вот им надо объяснять, что это их партия. Они свою партию, если не создадут, они пропадут. Потому что они класс без головы, а класс без головы без головы. А без головы всегда бьют. Вот этим и мотивируют. Хотите остаться толпой? Вот с толпой как расправляются? Ну как, убьют их дубинками, не платят зарплату, понижают им все время, издеваются над ними, отнимают пенсии. Вот сейчас взяли и отняли. Сколько отняли денег? Считаем. Значит, пять лет после 60 надо еще отработать. Пять лет это 60 месяцев. 60 месяцев по 14 тысяч средняя пенсия. 840 тысяч у каждого. Вот у Леварного забрали, вот у Александра забрали. У меня там не забрали, я пенсионер уже. Вот вас обездолили. А можете не вступать в партию? Можете смотреть, как дальше у вас все отбирают? Потом заложили сейчас очередные уже не 4%, а 5,5% инфляции. То есть 5,5% вас будут отбирать. И пенсии, и стипендии, и любые доходы. И у программистов, и у рабочих. И у инвалидов, и у всех будут отнимать. Под каким предлогом? Без всякого предлога. Просто идет инфляция. Это предложил Джон Мейнер Кейнс в книге «Общая теория занятости. Проценты и денег». То есть планомерно отбирают, ухудшают положение рабочих. А рабочие, наверное, посмотрите, сколько рабочих будут терпеть. Долго ли браться мы будем терпеть? Вот если вы хотите терпеть, то и будете рабами. А песня по-другому исполняется. Никогда, 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 никогда коммунисты не будут рабами. Коммунисты не будут рабами. А если вы хотите быть рабами, ну, счастливый путь. Поэтому не надо, особенно комплименты делают вот этим рабочим. Те рабочие, которые не хотят вместе с другими рабочими бороться, и не хотят иметь свою голову, или не хотят организовывать свою партию, это задача класса организовать партию, а не задача отдельных интеллигентов. Это что, Попову надо? Левадному? Саша, Букину надо? Вам надо. Пусть рабочий класс озаботится. Не озаботится, будет жить все хуже и хуже. Спасибо, Михаил Васильевич. Хорошо, спасибо, Ваня, за вопрос. Михаил Васильевич, спасибо за ответ. Так, Эвич, пожалуйста, можете задать вопрос. Вы здесь? Да, здравствуйте, Михаил Васильевич. Следующий вопрос. Если деление на классы основано на отношении человека к средствам производства, то фабрично-заводские рабочие во времена Маркса и Ленина – это как раз-таки отдельный класс во всем множестве классов, существовавших на то время. Если же наше время перенести, то по факту осталось всего два класса. Попытки создать еще два класса в виде служивых нацгвардейцев, казаков, мы это пока опустим. Вот. Осталось два класса. Один из классов средства производства собственности не имеет и зависит от второго класса, который как раз-таки имеет те самые средства производства собственности. И неважно, какой профессии обладает первый класс, его угнетают абсолютно одинаково, независимо от профессии. Так какой смысл разделять по профессиональному признаку, относить одних людей к пролетариату, других не к пролетариату, когда отношения к средствам производства у них абсолютно одни и те же. И условия работы одни и те же, и угнетение одно и то же. Так, ну, если бы вы мне сдавали экзамен, я бы вам поставил четыре. Сразу скажу. Потому что вы... Почему четыре? Потому что вы сразу выделили главное все. Вот надо вот видеть, по-крупному смотреть. Не какие-то мелкие там дробные деления, кто какую функцию выполняет, какая-то специализация особая. Вы по-крупному. И в делении на классы сразу схватили самое главное. Но не все. Потому что есть... Ну, вот тут я могу просто вам подсказать, если вы меня... Обычно на экзамене я вот не подсказываю. На консультации, если бы вы мне задали... Правильно я вот, если я так буду говорить, я бы вам сказал, в общем, правильно. Но, надо бы сказать, что вообще-то на классы делятся не только по отношению к средствам производства. Всего существует пять признаков, которые все перечислены в Великом Почине. В целом, можно говорить, по положению в производстве. Но это положение в производстве раскрывается по месту в исторически определенной системе общественного производства. Одни в городе, другие в деревне. Потому что бывает промышленный рабочий класс, а бывает рабочий класс сельский. Рабочий из обходов, например. Даже в условиях социализма. Это раз. Второе. По отношению к средствам производства вы сказали? По роли в общественной организации труда. Вот одно дело, я управляю, а вы подчиняетесь. А другое дело, вы управляете, я подчиняюсь. Понимаете? То есть, вот из управленцев потом могут вырасти буржуа. А из тех, кто подчиняется, буржуа не очень-то могут вырасти. Поэтому вот, если есть такое деление на людей умственного и физического труда, то умственные командуют, как сделать, а другие стоят и делают. Я наблюдал такую картину, когда стоит молодой человек с карандашом в кармане, а рядом женщины с большими лопатами гладят асфальт. И видно, что это разделение труда. Производство какое имеет место. Еще один. По размерам и способам получения той доли общественного богатства, которое они располагают. Одни получают зарплаты, а другие получают премию за экономию зарплаты. Если я мастер, начальник участка. Так что вот надо эти все вот собрать. Это раз. Это первое, значит, дополнение. Второе дополнение, что вы сократили количество классов в буржуазном обществе класса 3. В абстрактном обществе, которое у Маркса в капитале, которое не является, так сказать, копированием фактически этого общества, которое есть, и которое взяло Англию, потому что она вообще удалила свое производство сельскохозяйственное, и стала завозить овесы и производить шерсть. Шерсть и шерстяные изделия. Но она продовольствие должна была получать из Европы. А в Европе, если возьмете Францию, Германию, Россию, вообще любую европейскую страну, три класса. И сейчас у нас три класса, а не два. Во-первых, у нас есть буржуазия, она имеет основные средства производства. Это такие средства производства, которые ей позволяют эксплуатировать самой, и не занимаясь никаким трудом. Второй класс, второй, вы тоже правильно обозначили, это рабочий класс. Рабочий класс средств производства не имеет, а если у него есть лопата или кирка, то она никакой существенной роли для его благосостояния не играет. И у нас есть третий класс, который все время пытается надуть, а он все время сжимается. Это кто такие? Это мелкая буржуазия. Я должен сказать, что тот, кто подряд Ленина не читал, он не встретит определения мелкой буржуазии. Ни в одной экономической работе ни у Маркса, ни у Ленина, ни у Энгельса, ни у нету. Я это точно знаю, потому что люди, видимо, они так хорошо это понимают, что такое мелкая буржуазия, но что они будут кому-то разъяснять? Мелким шрифтом или курсивом объяснять, что такое мелкая буржуазия. Мелкая буржуазия – это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Вот таких мелких хозяйчиков, работающих на рынок, очень много. Например, миллион рабочих на Кубе перевели в мелких хозяйчиков. Правда, называют красиво самозанятые. А что вы, что значит самозанятые? Это значит, что ваша судьба всецело, значит, нет, не в ваших руках, в руках крупного капитала. Он задушит вас или не задушит. Это кажется, что вы самозанятые. На самом деле вас выкинули отовсюду, и за них не хотят ответить. Еще хотят с вас деньги еще взять, налоги дополнительные. Что такое мелкий буржуа? Это трудящийся. Вот это Ленин уже разъяснял. У Ленина в политических работах многократно повторяется. Мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Это мелкий буржуа. Это обширный класс. Вот революции у нас делали. Один класс был, рабочий класс. Основная масса участвовала в революции. И значительная часть мелкой буржуазии. Крестьянство. Крестьянство – это мелкая буржуазия. Кроме батраков, которые рабочие, сельскохозяйственные. И кулаков, которые капиталисты, сельскохозяйственные. А вся остальная масса – это мелкая буржуазия. Все середники – это мелкая буржуазия. Как же не увидеть такой класс? Даже странно. Вы так говорите. Надо по-крупному. Давайте по-крупному. Это очень крупный класс. И сейчас этих мелких буржуазий. Несчастные люди на «Жигулях» какую-то капусту, помидоры, картошку увезут с утра до вечера стоят. Никакого для них нет ограничения рабочего дня, потому что никто и не собирается их. Никто их не заставляет. Вы можете работать 24 часа, можете 28 часов в сутки работать. Никто вам никаких помех не поставит. То есть вот этот класс, он, конечно, он не может руководить обществом. Он страдающий класс. И когда его начинают вытаскивать из этой ямы, куда его догнал капитализм, он начинает поддерживать рабочий класс. Но сам он не способен руководить. И многие из этого класса, мелких буржуазий, мечтают. Ну, раз они пошли, они думали, они купят 15 этих самых поросят. 5 поросят будет для того, чтобы постоянный капитал обеспечить. 5 поросят будет оборотный капитал. Опять будет прибыль. Потом, значит, жена этого самого самозанятого мелкого буржуа спала в этом, когда были новые роды, новых поросят и так далее, в клеву, а не дома. А потом взяли и подохли эти самые поросята. Потому что нет ни зоотехника, нет никакого, так сказать, обслуживания соответствующего, нет такой санитарии. Потому что это серьезное дело, так просто не получится. И поэтому сколько разорившихся у нас, сколько всяких страданий у этих самых мелких буржуазий. Они больше страдают, чем рабочие в некоторых случаях. Поэтому никак нельзя его вычеркивать из наших жизней. Надо, чтобы его не было. Так это надо сделать как? Надо, чтобы люди могли пойти на работу. Надо открыть заводы, надо расширить производство. А не просто давайте их разгонять. А что касается буржуазий, она просто вас выпихивает в безработных. Хотите, что-то покупайте, продавайте там. Как хотите, так и кормитесь. Вот я бы такие поправки сделал к вашему выступлению, тогда она будет отлично. Но вы меня извините, что я... Вы на вопрос по-моему не ответили. Я ответил так, как... Нет, вы... Я ответил на ваш вопрос так, как я считаю нужным. А вам хочу сказать, что вы никогда, никогда людям не говорите, как им отвечать на ваш вопрос. Если вы так задаете вопрос, что на него вот не так отвечают, значит, вы и виноваты. Я поэтому хочу уточнить, если можно. Уточняйте, конечно. Я с удовольствием с вами. Мне очень приятно с вами разговаривать. Что разделение по профессиональному признаку, которое вы преследуете в определении пролетариата, оно откровенно деструктивно для того движения, которое сейчас назревает. Это откровенно деструктивная позиция со стороны именно самого пролетариата. Потому что угнетение идет, если думать, вот как вы говорите по-крупному, абсолютно одинаковое. Если убрать класс мелкой буржуазии. Хотя себя я причисляю именно к этому классу, при этом делая все для достижения общей цели смены экономической формации. Поэтому здесь скорее то, что у меня в голове, а не то, какому я классу принадлежу. Буржуазия, Ленин говорил, что это двоякий класс, который и туда может качнуться, и сюда может качнуться. Вы его забыли. Сейчас вспомнили про него хорошо. Я сейчас говорю про то, что меня сейчас откровенно, кроме меня самой, никто не угнетает, если я никого не угнетаю сама. То есть если мы смотрим по-крупному, то есть класс тех, которые угнетают, и тех, которых угнетают. Это абсолютно два класса. И деление вторых по профессиональному признаку я считаю деструктивным. Именно поэтому связан с этим мой вопрос. Да, пожалуйста. Владимир Владимирович, я хочу просто добавить, так сказать, вне записи, потом это вырежем, просто вам для примера. Вот у нас здесь есть я и Александр Буркин. Мы тут вместе работаем, вместе делаем общее дело. Но я сегодня утром проснулся в 10, ну сначала в 7 утра, когда меня сын разбудил, потом еще поспал в 10, проснулся, и занялся творческой работой. Александр Буркин сегодня проснулся в 4 утра, и как рабочий железнодорожник с утра лопатой махала, взгребал там снег и так далее. Мы делаем общее дело, но просто его угнетает больше рабочего, чем меня, нерабочего. Я просто хочу привести этот пример. Ну все, я ухожу. Значит, теперь я отвечаю на ваш вопрос. Во-первых, я нигде не говорил о профессиональном делении. Профессиональные деления меня, честно говоря, особо не интересуют. Я говорил о том, какую часть рабочего класса надо выделить, отдельно и рассмотреть, для того, чтобы сказать, что вот эта часть рабочего класса способна руководить и обществом, а другая способна страдать, но не способна руководить. Потому что вот одинаково они заинтересованы в том, чтобы был социализм. Только одни могут привести к социализму, а другие не могут. А другие могут только плакать, что нет социализма. Мечтатели о том, что вот как бы наступил бы Советский Союз, да как бы нам было хорошо. Вот что надо понимать. Ведь у Ленина, если вы возьмите, вы великий починник. Вы что со мной спорите? Вы почитайте, как у Ленина написано, в великом почине. Диктатура политариата, это научное, латинское, историко-философское выражение, означает, что только определенный класс, там не написано профессии. Класс, сказано, городские, фабрики, заводские, промышленные, рабочие. Вот что должен, какой вывод из этого высказывания сделать такой человек, способный, как вы. Что можно говорить о классе городских, фабрично-заводских, промышленных, рабочих, а можно говорить о всем классе пролетариев. И это правильно, и это правильно. Только вот класс в узком смысле, вот этот, городских, фабрично-заводских, промышленных, рабочих, выкидываются транспортные, строительные и прочие там другие специальности, и стопники в Академии наук, грузчики в магазинах, березка и так далее. Все они выкидываются и берется, вот для того, чтобы говорить о руководстве, вы говорите, а как же мы сформируем авангард? Вот авангард-то сформируется из этого, из городского, фабрично-заводского промышленного. Это не профессиональный подход, это материалистический подход, который по условиям своей жизни, и потому что это самый грамотный, самый зрелый политический, потому что у него работа такая, он связан с машиной, с техникой, с образованием соответствующим. Вот именно поэтому надо это выделить. Это раз. Во-вторых, вы не очень продумали вопрос о мелких буржахах. Мелкие буржа, вот вы говорите, меня не могут. Я не знаю насчет вас, а вообще мелкие буржаи элементарно. Вот возьмите, эксплуатируют крупные, очень просто. Обыкновенные буржаи эксплуатируют мелкие, очень просто. Вы производите лук. Вот у меня есть родственники там в деревне, они обычно лук делают, потом приезжают перекупщики и говорят, ну что вы там будете, поедете в город, этот лук будете там стоять на рынке, там надо платить за место, потом мы выйдут вот целыми днями, а вы там ничего не знаете, давайте мы вам даем по 60 копеек, килограмм и все, забираем ваш лук, и сразу вам живые деньги, вот. И они им дают за этот самый лук столько, что это примерно половина его стоимости, а вторую половину стоимости они забирают себе. И получается, что перекупщики эксплуатируют мелкую буржуазию. Вот что получается. Или наоборот, мелкая буржуазия может эксплуатировать рабочий класс. Вот у нас была такая ситуация после революции, что в городах был голод. Комиссариат продовольствия организовал подвоз города, и половина, половина продовольствия в трудящихся городах получали от компрода. Вот за эту половину они платили 10% от всей затраты. 90% они платили за вторую половину, потому что мелкие буржуазия приехали, говорят, мы, это наше зерно, наше, мы его привезли, мы можем продать по той цене, которая есть. Ура! В городе голод, значит, цена будет больше, значит, мы получим больше. И они продавали на вольном рынке. Продажа на вольном рынке делала их эксплуататорами. Только они эксплуатировали не так, как в промышленности нанимают, там договор заключают, а фактически цена поднялась настолько, что их эксплуатируют. Вот и все. Поэтому уточните вот свои позиции. Я считаю, что вот у вас какой-то такой подход безапелляционный, что вы уже точно знаете истину, но нет. У вас как раз неточности большие, и надо бы их исправлять. Спасибо, Ильич, за вопрос. Михаил Васильевич, спасибо за ответ. Так, ну, двигаемся дальше. Я полагаю, что это вопрос не так, не столько прост, как кажется, но... Егор Гудков, пожалуйста, ты здесь? Так, ну, я... Не вижу Егора, поэтому я задам вопрос, тогда озвучу, значит. Егор задал следующий вопрос. Так как коммунизм, это форма устройства общества, Ленин большое внимание уделял образованию населения. Какие шаги следовало предпринять после обеспечения всеобщего образования для дальнейшего изменения общества в сторону приближения коммунизма? Например, уменьшение рабочего времени с обязательным обучением и вовлечением в управление государством. И почему такие шаги не были предприняты? Да, очень. Я думаю, что вы... Вот в адрес, скажем, того руководства, которое Сталин возглавлял, такое обвинение не может быть брошено, потому что мы только-только восстановили народное хозяйство в начале 50-х годов. После этого Сталин уверен. Поэтому спросите у товарища Хрущева, потому что он враг, противник вообще ленинизма и троцкист. Поэтому не ожидайте от него, что он будет готовить и развивать образование. Еще по инерции что-то... И есть инерция такая и общественная, что-то продолжалось. Например, вот отменили плату за высшее образование и так далее. А вот эта задача, про которую Сталин говорил, надо перейти к пятичасовому рабочему дню. И в программе это оставалось. Это же из программы это выбросил Хрущев, что нужно сократить рабочее время с обязательством 2 часа, безо всякого вознаграждения дополнительного, уделить 2 часа обучению военному, профессиональному, своему профессиональному искусству и технике государственного управления. То есть обучению надо было этим заниматься. Это все делали ревизионисты. Те, которые выбросили, переделали программу и сделали ее не коммунистической. Вот я думаю, что это не в адрес социализма. Это в адрес врагов социализма и тех, которые себя проявили сначала в делах. Они вообще никогда не будут говорить в прямую. Например, общенародность, или говорят, народность, общенародный государь, народовласть. Народовласть – это обман народа. Не бывает народовласти. Либо это диктатура буржазии. Тогда есть парламент, тогда есть выборы, это все. И вы один раз в 5 лет можете выбрать, кто у вас на шее будет сидеть, и кто будет вас погонять. И кто будет вас эксплуатировать и подавлять вас в парламенте. Либо это диктатура пролетариата. И пока диктатура пролетариата необходима, нет никакого народовластия. А когда не будет уже классов, будет только народная власть, а это не будет государственная власть. Поэтому Венгрия говорил, нельзя соединять слово народ со словом государство. Почитайте его. Возьмите вот марксизм о государстве у Ленина в 33-м томе. Посмотрите книжку, «Синяя тетрадь». Ленин в государстве революции это все приводит. Не может быть никакого народовластия либо государства одной диктатуры, либо другой. А это обман. Но люди же не будут говорить, что вас будут сейчас эксплуатировать, вас будут душить. Вам говорят, все будет народное государство. Все, не будет диктатура пролетариата. И начинают вас все отбирать, как все жулики делают. Вот жулики обманывают народ и потом начинают отбирать все. Вот нас и обобрали. Как обобрали народ, можно так сказать. А, вот товарищ Спектр, пожалуйста, у вас вопрос был. Извините, я пропустил. Вы можете задать сами вопрос? Да, могу задать вопрос. Можно, да? Пожалуйста. Михаил Васильевич, вопрос у меня, который волнует многих коммунистов, потому что ваше отношение к вами, выделяемое национально ориентированной буржуазией, до сих пор непонятен. Изменился ли он с тех пор, когда вы писали свои труды и выделяли эту национальную буржуазию или нет? Да или нет? И как вы видите свою революционную теорию с учетом того, что говорите о том, что вас не пускают на предприятие? Алло, алло. Значит, во-первых, я думаю, что вы не найдете ни одного места, где я говорю о некой национально ориентированной буржуазии. Где вы такое нашли? Ну, назовите, какая книга, какая страница? От чего вы это взяли? Вы верите кому-то? В таких делах, когда люди обвиняют, не надо верить на слово. Если у вас есть такой факт, мне интересно будет прочитать. Может, от моего имени кто-нибудь что-нибудь выпускает? Я такого не говорил. Буржуазия? Инти. Национально ориентированный? Не знаю. Вот есть компрадорская буржуазия, о ней я говорил. Компрадорская буржуазия, та прямо ориентированная на интересы иностранного капитала. А обычная буржуазия, она, если ей выгодно, она продаст Родину и получит дополнительную прибыль. Что тут непонятного? У нас таких много. Как только засветит ей, Маркс об этом говорил, как большая прибыль, там, 300%, она пойдет на любые преступления. Поэтому, и она не представляет собой единого целого, что прям сплоченная, национально ориентированная буржуазия. На какую национальность ориентирована? Что это такое за выражение? Что это за национальность? Я вот спрашивал, вот есть нот, а что у вас это? Какое национально-освободительное держание? От кого освобождать это? Назовите национальность. И здесь опять какая-то национальность. У нас много национальностей в России. От татар хотите? От чувашей освободиться? Что за национально-ориентированная буржуазия? Ерунда какая-то. А при чем тут? А какое отношение? Ни меня не пускают, вас не пускают, никого не пускают. Никто, никто, никого, ни на какие заводы не пускают. Поэтому вы никакого промышленного, городского, настоящего, рабочего класса не увидите сейчас. Вы можете, а телевидение само собой не показывать. Причем тут я. Никого не пускают. Вы можете туда проникнуть? Я не могу. Вот я, последнее посещение у меня было, это посещение докеров. Я у них консультант, официальный, как официальный консультант профсоюз докеров, добивался и добился того, чтобы мне сделали пропуск. Чтобы получить пропуск, они обращались в ФСБ, на нашей самой, на шпалерной. И вот ФСБ выписало разрешение, я получил пропуск, когда сроки этого пропуска закончились, опять я не могу туда попасть. А так я приходил, садился на автобус и проезжал через пропуск, показывая, через пропускную, показывая. И я с ними, так сказать, активно и постоянно беседовал и встречался. Поэтому, если вы хотите, чтобы я пришел к вам на предприятие, пожалуйста, организуйте, и я приду. Нет вопросов. Поскольку это такая редкость, это не займет у меня много времени, потому что практически это невозможно. Бывает еще небольшое уточнение, а меняется ли политика, тактика, РПР в связи с этим? В связи с чем? Да мы попадаем на предприятие, мы знаем, как попадать на предприятие, мы печатаем газеты и раздаем у проходных. Наши газеты почти ежемесячно сейчас выходят, за рабочее дело, народная правда, правда труда, и мы все, что хотим сказать рабочим, мы говорим. Это раз. Во-вторых, вот то, что вы сейчас делаете, это и есть проход на предприятие. Как вы думаете, что происходит при этом? Вы же не будете это держать у себя, хотя же это будет выдано, это будет выдано, и люди, которые ходят, рабочие-то ходят в интернет, вот мы эти границы с вами и пересекаем, причем это делаете вы, это ваша заслуга, а не моя. Я тут сижу и разговариваю, а вы это обеспечиваете, чтобы это пошло широко и попало на заводы к рабочим. Как раз вы-то этим занимаетесь, и это очень хорошо. Я поэтому, скажем, не отказываюсь от выступления по одной простой причине, что если они ваши не посмотрят, посмотрят Ленру, не посмотрят Ленру, посмотрят этот самый наш канал Фонда Рабочая Академия. Не посмотрят канал Фонда Рабочая Академия, вот нас товарищ Левадный приглашал про коммунизм, спрашивали, то же самое может. Пошло кто-нибудь из рабочих просчитать, послушал это дело. Меня приглашал этот самый Station Mark, я тоже выступал. Меня приглашают на самого Кучкова, я там выступаю. То есть я все возможности проникнуть, как говорится, с помощью интернета. Мне на предприятии нечего делать там. Мне нужно проникнуть, получить доступ к рабочим, которым я могу объяснить то, что им другие не объяснят. Вот это мы с вами вместе решаем. Ради этого мы и собрались с вами здесь сегодня. Михаил Васильевич, можно я уточню? Диалектика как метод философии истории. Ваша книга, вступление в книги. Я могу дословно зачитать. В буржизии, которая сейчас правит в нашей стране, есть часть, которая является национальной буржизией, которая свою прибавочную стоимость и так далее. Не-не-не-не. Стоп-стоп-стоп. Национально-ориентированная есть там, сказал он? Национальная есть. У меня память хорошая. Национальная. А у вас сказано национальная ориентированная. Ну извините. Ну что мы тогда спорим? Неправильно прониктировали. Ваш отпал вопрос. Хорошо. Спасибо, Спектр. Спасибо, Михаил Васильевич. Пожалуйста. Так, ну Иван, вы можете... А, Иван не может задать вопрос. Я тогда зачту вопрос, Михаил Васильевич. У Ивана следующий вопрос. У нас национальная... часть национальной буржизии работает на Америку. А вы добавили слово ориентированное. Ничего себе, я пустячок. Да. Так. Иван задает следующий вопрос. Как появляется партийная так называемая элита и как не допустить формирование этой элиты в партии рабочих и на каких... особенно на этапе ранней стадии партии? Вот такой вопрос. Значит, появляется эта элита потому, что некоторые люди не знают, что такое элита и употребляют это неправильное понятие. Потому что никакая это не элита. То, что у нас называется элита, это отбросы общества. Это предатели нашего народа. Это люди, которые разрушают нашу промышленность. Почему вы их называете элитой? То же самое. Какие-то карьеристы, которые сидят на партийных постах, думают не о том, чтобы как организовать рабочий класс, а как себя они смотрятся хорошо там по телевизору или на экране или так далее. То есть для которых важен не рабочий класс, не борьба за его интерес, а их собственная там судьба и то, как они выглядят, это никакая не элита, это отбросы, которых надо из партии изгодять. Зачем вы употребляете слово элитное? Элитное, вот элитное зерно, это лучшее, а вы же говорите о худших. Зачем вы худших называете элитами? Вы повторяете за буржуазией. Это и есть приемчики, и вы эти приемчики не замечаете. А надо в идеологической борьбе быть очень строгими и очень внимательными, потому что иначе вас околпачат и одурачат. Никакой элитой те, кто вы говорите, не являются. Это отбросы. Выгоняйте их. Вот вы элита, вы организовываете просвещение рабочих. Вы элита. То есть лучшие. А если бы вы околпачивали их, то вы были бы не элитой. Вот и все. Это точнейший вопрос, что если люди выходят за пределы какого-то нашего понимания, что это настоящая элита, то это не элита. Какие вот все-таки критерии того, что это элита? У нас есть очень простое. Для интеллигенции главным является служение передовому классу. Если вы подпадаете под понятие служение, а вообще служение, это и у дворян было, между прочим, понятие служения. Служение – это не слуга, это не прислужник, это человек, который сознательно подчиняет себя великой цели. Если вы служите, так сказать, задачи освобождения от эксплуатации и построению коммунизма, вот тогда вы, если у вас это хорошо получается, вы попадаете в элиту. На самом деле. А какой вы пост занимаетесь? Да вы, может быть, вот Горбачев, он же предатель, изменник, он заслуживает расстрела. Ельцин заслуживает расстрела, но не успели его расстрелять, и он сам умер. Вот жалко. Поэтому, и какая же эта элита? Это люди, которые самые гнусные, самые враги нашего народа. Как можно их называть элитой? Вот в этом же состоит идеологическая борьба. Нельзя повторять за ними. Они нас... Вот у нас элита, какая там у вас и соберут? Что, вот Набиулина элита, она действует в интересах иностранных государств? А это элита? Или это, она, так сказать, сознательный противник и враг? Элитой, это то, что вы в рамках вашего выступления говорили, все-таки, для обладания рабочих не приняли решение на стоящих рабочих. Да, и просвещать надо рабочих. Вот если рабочий темный, если он не просвещен, если он не обучен, он элитой не станет. Поэтому, вот вы должны освободить его от буржуазного миросозерцания, тогда он будет элитой. А если он вроде хороший человек, рабочий, все делает, но он как раб подневольная сила, вырабатывает, создает богатство, и это богатство получает буржуазия, а он терпит эту эксплуатацию и не борется с ней. Если он борется с эксплуатацией, вот у Ленина, например, есть такое в работе памяти графа Гейдена, вот, есть, говорит, три вида рабов. Один раб просто влачит свое рабское существование. Второй, он борется против рабства. Это не раб, это революционер. А третий, видите, восхищается, какой у него добропорядочный барин, какой он хороший, какой он культурный. Это, говорит, не раб, это холоп, хам. И вся его душонка, и ваша, говорит, душонка, вот тех, кто восхищается вот этими рабами, вот, тоже хамское и холопское. Поэтому один, вот по-разному себя люди ведут. Можно вести себя как холоп, можно вести себя как революционер, а можно просто быть рабом. Не холоп, не революционер, не элита, а обычные трудящиеся. И мы различаем авангард, если хотите, элита, и обычные рабочие, трудящиеся, которых мы уважаем, потому что они созидатели материальных благ, они трудятся, создают материальные благ, мы должны их уважать. Но элиты, зачем их записывать? Да, Михаил Васильевич, спасибо большое за ответ. Вопрос следующий. Что вы думаете по поводу внедрения конвейерного производства в разработку программного обеспечения? Это сводит работу масс программистов к реализации простейших алгоритмов по фиксированным низким ценам. Возможно, предметная область стоит более внимательного рассмотрения. Вот такой вопрос. Вопрос, ответ очень простой. Честно говоря, ничего я по этому поводу серьезного, которое бы заслуживало бы освещения, не думаю. Поэтому тут же надо сказать поглубже. Есть люди, которые больше разбираются в этом, надо их и спросить. У меня мой опыт в составлении программ кончается студенческим опытом в составлении программ на Алголе. Поэтому я боюсь сказать то, что соответствует действительности. Это Владимир Левадович. Мы по этому вопросу запишем отдельное видео на советском телевидении, технокомовском, выложим просто сейчас, чтобы время Михаила Васильевича не занимать. Но этот вопрос много раз обсуждался, мы можем еще раз это обсудить и отправить Михаилу Васильевичу. Он потом может быть что-то сможет к этому добавить, если что-то поймет из того, что мы обсуждали. Нет, чтобы он просветился. Хорошо. Спасибо большое за вопрос, Алексей. Михаил Васильевич, тем не менее, за то, что ответили. откуда креативный класс берет идеи, в частности, идеи коммунизма? Вот такой. Что это за креативный класс? Мы вот тут правильно говорили девушка, которая хорошо выступала и назвала главные классы нашего общества. Это буржуазия, она креативный класс? Нет. Рабочий класс? Да, он креативный, он созидает все, он класс-созидатель. Ну, почему надо взять иностранное слово? Чем вам не нравится слово класс-созидатель? Так, класс, который создает материальные ценности, материальные богатства. И есть люди, так сказать, которые обеспечивают и обслуживают эти классы, скажем, интеллигенция, которая вносит, приносит идеи, которые потом применяются в производстве и так далее. Я не понимаю, в чем тогда, так сказать, тут какая-то идея, какая-то мысль, которую нужно рассматривать. Кроме того, что вот употребляется какое-то другое слово для выражения того, что выражено было хорошо и понятно раньше до этого. Понял. Непонятно. Это какая-то погоня за словечками. Может, есть вопрос на том, что откуда эти люди, которые относят себя к новым созидателям, творческим людям, откуда они? Это те люди, которые не собираются ничего делать для движения к коммунизму, а которые хотят на том основании, что они нужны обществу, нужны, потому что они на самом деле создают, так сказать, духовное богатство, они какие-то делают очень полезные и нужные разработки и так далее, но они не хотят, и никогда и не делали, и не собираются совершать социалистическую революцию, но тем не менее они хотят себя считать передовым к классу. Передовы. Революционно. Откуда у них вообще возникает это, что они хотят коммунизм, как вы считаете, что с учетом того, что вы говорите, что... А с чего вы взяли, что они хотят коммунизма? Они никакого коммунизма не хотят, их устраивает нынешнее положение вещей, им только нужно уже здесь устроиться, и чтобы надо, им только не хватает одного, чтобы еще их при этом, при том, что они пользуются результатами труда рабочих, потому что в их сторону перетекает часть прибавочной стоимости. Вот им теперь нужно бы еще называться самым передовым и креативным классом. Больше им ничего не надо. Они растворяют свои духовные потребности в том, чтобы им не надо было думать о том, а что вы сделали для освобождения человечества. Вот задача. При этом ситуация такая же, как буржуазия, что есть буржуазия, а есть отдельные представители. То есть, в данном случае, они представители все-таки на крайнем уровне. Да, их много. У нас, например, программистов очень много в партии. Мы даже шутим, что у нас программисты должны взять власть. Ну, так сказать, не всерьез, но и действительно очень много. Но они все стоят на той позиции, что надо осуществлять диктатуру против ряда. Вот те люди, которые в рабочей партии России. У нас интеллигенции это больше, чем рабочих. Только никто из тех интеллигентов, которые в рабочей партии, не говорит, мы креативные классы. Нет. Мы готовы служить рабочему классу. Если рабочий класс задерживается, так сказать, ну, это, так сказать, его беда. Может быть, не вина. И, может быть, в какой-то мере надо ему в этом отношении помочь. Ну, разве можно этим помочь? Хорошо, я вот профессор, я креативный класс, а вы доцент, значит, вы не креативный. А если вы ассистент, тем более, у вас надо заткать ногами. Ну, что это такое вообще? Ну, что это? Что люди кичатые? Что они такого, так сказать, необыкновенного? Сейчас это уже ширпотреб, между прочим. У нас таких людей очень много. И это, так сказать, функция нужная, но она, в известной мере, рядовая. Все люди творческого труда занимаются творчеством. Все они художники творят, композиторы творят, писатели творят, ученые творят, программисты тоже творят, системные администраторы тоже, управленцы творят. Ну, что тут такого нового? Ничего тут нового. Я уже специально цитировал сегодня, что всякий непосредственно общественный труд или труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе, нуждается в управлении, которое осуществляет связь индивидуальных работ и выполняет функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом. Нужно управлять. Управленцы ничего материального лично сами не создают, но без них невозможно никакое производство. Поэтому они очень нужны. Они нужны для созидания. Но если я объявлю их созидателями и рабочих посчитаю не созидателями, то это будет вообще, конечно, грубейшее искажение вообще действительного положения вещей. Я думаю, что мы должны тут следить за языком. Идет борьба через язык. Одни элита, вот эти жулики, тунеядцы, всякого рода эксплуатации, эксплуататоры называют себя элитой, другие называют себя креативным классом. И они бросили этот рабочий класс, они хотят ему помогать и ему служить. А мы вот поскольку мы понимаем свою роль как людей, которые должны свое знание принести тем, кто нам дал возможность это знание получить. Потому что пока я учился, люди в это время создавали материальные блага. Хлеб делали, строили дома, выпускали продукцию и так далее. Вот я думаю, так правильно будет. Иван Михайлович, я просто уточнение вот от Павла получил сейчас. Он имел в виду к беседе, вот он, я цитирую, к беседе прозвучало, что идеи создает креативный класс, к которому соотносит себя Михаил Васильевич. Вот такое вот у него дополнение. Михаил Васильевич, не было тостово. Это говорил Бузгалин. Я такого не говорил и не мог сказать. Могу поспорить, чтобы товарища убедить на 10 тысяч рублей. Давайте сразу заключим, пусть несет деньги. Мы их тут, у нас тут трое, мы их тут как-нибудь отоварим. Хорошо, ладно. Это будет на совести Павла тогда. Ну, Александр хотел задать вопрос. Саш, пожалуйста, если ты здесь. Да, я хотел бы задать вопрос и высказать маленькую критику. Можно критиковать? Да, обязательно нужно. Да, я вот считаю, что вот рабочие, во-первых, ну, не все люди, они хорошо знают марксистскую терминологию, поэтому, когда они формулируют свои вопросы, надо еще, кроме того, чтобы поправлять форму, то есть, как они определяют термины, те или иные, но еще и смотреть на содержание их вопросов. Вот, допустим, я задал вопрос по товарности, вы там сказали, что это не товар, вполне не товар, там есть товарность, но ведь нужно, как бы, еще и исследовать, в чем состояли товарные отношения в планомерной организации общественного производства. Вот вы будете спорить с тем, что в Советском Союзе планировали по стоимости, контролировали, учет вели по стоимости, в конечном счете общественный продукт принимал стоимость и форму. Буду, конечно, спорить, я бы вам поставил двойку, я преподавал политэкономию социализма, я бы вам чистую двойку поставил, потому что, если стоимость, вообще вы понимаете, что такое стоимость? Стоимость, это характеристика товара, товара, если у вас нет товара, нет стоимости, а есть себестоимость, себестоимость это категория социалистического хозяйства, снижение себестоимости, а не рост стоимости были главным показателем производства при Сталине, снижение себестоимости, чем меньше себестоимость, тем лучше, а не чем больше стоимость, как было после реформы 65-го года, когда вот начали гнаться за объемом реализации продукции, когда гнались за рентабельностью, и когда гнались за значит, вот объемными показателями, выраженными в день, вот такой в стоимостной форме, но это все равно еще не стоимость, вот когда уже производство стало производиться для обмена, не то важно, что я делаю, а то важно, что за это получу, вот тогда это товарное производство, у нас товарное производство стало снова возвращаться после реформы 1965-го года, при этом ни в каком планомерном хозяйстве никакого товара не было, никакого товарного производства там не было вообще, вот я получаю заработную плату от, если я рабочий, получаю зарплату от государства. Это что такое? Кажется, что я как-то обмениваюсь с государством, да? Но эта зарплата уходит от меня обратно в государство, потому что я ее отношу в магазин. В итоге от государства ко мне пришло то? Продовольствие, брюки, носки и другие вещи, которые я получил. А что я тогда в обмен даю? Если я предположу, что мне дают товар, то тогда я, рабочая сила, тоже товар. И если рабочая сила – товар, то это капитализм. А мы с вами договорились говорить о социализме, а не о капитализме. Поэтому все вот эти точки зрения, вот те, которые вы повторяете, они ведут к капитализму, к разрушению. Это антисоциалистические теории. И вот то, что вы говорили, это цитаты из антисоциалистических высказываний наших идеологических противников. Поэтому я категорически против этого возражаю. Ничего подобного говорить нельзя. Я вам советую, вот есть такая книга «От закона стоимости к закону потребительной стоимости». Прочитайте ее внимательно. Могу вам также свою книжку порекомендовать. Там нигде такого вы не найдете. И там есть все ссылки на тех, что говорили Маркс, Энгельс, Самый Ленин по этому поводу, и на то, что говорили враги, социализм и ревизионисты. Такие, как Ракистский, Петраков, Либерман Харьковский, Либерман Московский, Кран Рот и так далее. Их тьма была. Много было этих людей. И Чехословатский ревизионист и ренегат «Отта Шика». Пожалуйста, почитайте. И вы увидите то, что вы повторяете. Это из книги Чехословатского ревизиониста и ренегата «Отта Шика» об ошибках в сталинских ошибках в сталинской теории товарно-деневших отношений. Все это идет оттуда. Это большое было наступление. И это наступление удачным оказалось. Тем более нельзя сейчас это повторять. Вы повторяете позиции наших противников. Это недопустимо. Не потому, что я на вас напал, а потому, что это идеологическая борьба. В ней не может быть компромиссов. В идеологии компромиссов быть вообще не может. Спасибо за ответ. Конечно, правильно, что нападаете. Но здесь есть дискуссия. Значит, нет ли у вас внутри партии давления на умы теоретического авторитета? То есть, как помеха для освоения самостоятельного материалистической диалектики и мышления? Вот такой вопрос. Давление есть. Все авторитеты всегда давят. Потому что что такое авторитет? Авторитет – это с человеком соглашается не потому, что слушает его аргументы, а потому, что вроде он правильно высказывался тогда, тогда, тогда. Это не гарантия, что он и в этом случае тоже скажет правду. Поэтому я, например, как представитель умственного труда, стараюсь сделать так, чтобы люди сами изучили, сами прочитали, сами убедились, сами проверили, называя источники. А некоторые хотят просто прийти на лекцию и послушать. Особенно некоторые хотят задать вопрос и узнать, вместо того, чтобы прочитать самому Ленина. И тогда получается, что вот они спрашивают, а догматик я или не догматик? Так вы прочитайте и увидите. То есть, я думаю, что, конечно, нужно… То есть, авторитет – это само по себе неплохо. Ну, как… Потому что иногда для решения вопросов нужно как-то выбрать. Времени нету, разбираться не успели. Но все равно нужно разбираться, разбираться и разбираться. Поэтому я и приветствую такого рода вот форму, беседы, которые мы избрали. То есть, то, что тут непонятно или, так сказать, кажется неправильным, нужно это все выяснить и разобраться и поговорить в споре, и рождается истина. Это хорошо. Спасибо большое. И вот, Иван Михайлович, пожалуйста, вам слово практически завершающее получается. И я, наверное, потом скажу свое. И, пожалуйста, Иван Михайлович. Спасибо большое, Михаил Васильевич, за ответ. Здравствуйте, Михаил Васильевич. Здравствуйте. Когда-то, 40 лет назад, я был вашим учеником. Да. Вы писал курсовую, критически высказывая подход классов в советском обществе и указывал на товарность. Вы тогда, в общем-то, не признавали товарность. Что-то не признавал. Не признавал я. А я тут определял, что ее нет. Признавать можно только то, что есть. А вы говорите, я не признавал. То есть, вы подспудно, сказать, меня тут поставите в правильное положение. Хорошо, хорошо. Я согласен с вами. Я согласен с вами, Михаил. Я согласен с вами. Он соглашался с телесом о том, что у нас производство товарное. Я не согласен. Михаил Васильевич. А вы не признавали того, что я говорил, что оно непосредственно общественное. Не признавали позицию Маркса, позицию Энгельса, позицию Ленина. Вы не признавали. Вы хотите под занавес изгадить результат нашей беседы. Нет, я не хочу изгнать. Наоборот. Михаил Васильевич. Таким выбором для учеников. Другие вот хорошие, которые учились не у меня. Значит, нет. Я просто к чему иду разговор. Я тоже против товарных отношений. Я не против товарных отношений. Если их нету, как же можно быть против? Михаил Васильевич, вы хотите сказать или нет? Нету их при социализме. Нету товарных отношений. Кроме отношений на колхозном рынке, когда какие-то излишки привезли и продали на рынке. Там нормальный рынок. Михаил Васильевич, я еще раз повторяю. С точки зрения товарности, я точно так же считаю, социализм и товарность вещи несовместимы. Очень хорошо. Спасибо. Значит, это раз. В этом отношении мы с вами не расходимся. Прекрасно. Но, говоря о прошлом, чтобы именно в будущем товарность не плавала на поверхности. Понимаете? Поэтому о прошлом, когда мы говорим, мы вынуждены говорить об этой товарности. И планирование, и оценка предприятий по стоимостьному показателю было и до 65-го года. Если мы поднимем план 37-го года, мы посчитаем, что оценка предприятий с 37-го года должна осуществляться не по валовой продукции, а по товарной продукции. Товарная продукция – не товарная. Поэтому оно существовало. Михаил Васильевич, я почему говорю, что так? Вы говорите потому, что не знаете, потому что основным показателем был показатель себестоимости, а вовсе не товарная продукция. Я еще раз говорю, что оценивало, и это сказано в плановых документах. И это сказано в выступлениях представителей наркоматов и все прочее. Товарная продукция является товарной продукцией, если у вас показатель себестоимости главный. Чем меньше себестоимость, тем меньше у вас товарной продукции. Себестоимость – показатель тоже стоимостной. Само слово – себестоимость. То есть сколько стоит предприятие производство этого продукта. Тебестоимость и стоимостной показатель – это показатель экономии труда. Вы грубо ошибаетесь. — Михаил Васильевич, я не хочу спорить на эту тему сейчас. Я просто хочу сказать одно, что мы должны говорить об этом, чтобы в будущем. — Я не хочу спорить. Я думаю, что вы не в контексте нашей дискуссии сегодня выступаете. — Ну да, я понимаю, что я не хотел выступать. Не хочу портить я этого дела. — Михаил Васильевич, если вы хотите в конце этого дела испортить, я не хочу вам это позволить сделать. Поэтому я хочу сказать, что то, что вы говорите, не соответствует ни истине, ни действительности, и политэкономически неграмотно. — Михаил Васильевич, если вы будете перебивать, я ничего так не смогу сказать. — Товарищи, давайте кто-нибудь скажет две минуты, а потом вы ответите, и все. — Я добивать даже буду, не только перебивать. — Это же не изменит ничего. Я говорю, почему мы, надо говорить, что в будущем именно действительно социализм с товарностью не мешали. Это нужно говорить. Поэтому я с вами тут не соглашусь. — Вы же сами даже не видите, как вы поменяете понятие на ходу. Вот товарность как раз, вы правильно говорите, товарность у меня написана в книге на каждой странице. О товарности как моменте социалистического непосредственно общественного производства. А вы вместо... — Михаил Васильевич, оставляю вашу точку зрения вам. Я не буду никого отвлекать, спорить сейчас. Я буду говорить, что вы будете меня перебивать, и это нет смысла. Просто нет смысла. — Я думаю, что вам не надо давать заключительное слово. Если вы меня пригласили, я думаю, что не надо... — Нет, я просто попросил сказать только в связи с тем, что о товарности надо говорить, если мы желаем в будущем и жить. — О товарности я и везде не говорю. А вы говорите не о товарности, а о товаре. Это прямо противоположная вещь. — Советский продукт производился для выполнения плана по стоимости. — Нету стоимости. — Был факт. — Иван Михайлович, сейчас действительно не данная тема. Я думаю, если необходимо будет, и Михаил Васильевич согласится, может быть, или может быть нет, данный вопрос можно отдельно в дискуссию вынести. — Хорошо, тогда, Михаил Васильевич, хотя вот действительно, что происходило и что произошло у нас, значит, социалистическая страна у нас была, государство у нас социалистическое строилось, коммунистическое, и это требует все-таки анализа всестороннего. Я вот хотел какой-то последний буквально вопрос, тогда уж задам. Скажите, пожалуйста, Михаил Васильевич, а вот вы написали две книги, и одна из них довольно неоднозначно говорит о полномерном разрешении противоречия развития социализма, как первой фазы коммунизма. Скажите, пожалуйста, можно ли сказать, что эта работа всесторонне охватывает вот всю проблематику, с которой мы столкнулись в Советском Союзе? И, так сказать, я хочу вот что спросить, следует ли нам дополнительно и более глубоко исследовать еще Советский Союз в этом смысле, да? Или нет? Или значит... — Да, дополнительно и более глубоко это значит пойти дальше, а не вернуться назад. А меня некоторые товарищи, которые здесь присутствовали и участвовали, хотят вернуть назад к тому, что давно уже пройдено. И вместо того, чтобы более глубоко изучать эти противоречия, я пять противоречий рассмотрел, их всех там назвал, и каждую сторону отдельно рассмотрел, и как они разрешаются рассмотрел. И вместо того, чтобы пойти дальше к рассмотрению противоречий, разрешению противоречия развития социализма, нас хотят вернуть назад, повторяют о том, что у нас была стоимость при социализме, что у нас были товары. Это мне совсем не нравится, потому что по отношению к этому, конечно, у меня не всестороннее рассмотрено, у меня рассмотрено в основном, весь разница. В основном, это значит, на этом можно основываться, пойти дальше, к подробностям, к деталям, к поверхности, как это все представляется на поверхности явлений, как совсем в другом свете иногда изображается, потому что эти противоречия, они есть в глубине, а на поверхности может как угодно называться. Например, если говорится, что у нас были оптовые и розничные цены, это цены? Нет. У нас была плановая цена. Плановая цена – это новая категория социализма, это не цена, потому что цена – это денежное выражение стоимости, а стоимость бывает при товарном производстве, а у нас производство было не товарное, а непосредственно общественное, и цены у нас не было. Поэтому плановая цена – это не цена И себестоимость – это не стоимость И капитальное вложение у нас Не вложение капиталов А теперь даже капитальные вложения Пришли к капитализму Вы бы употребляли тогда слова Нет, у нас инвестиций Потому что они хотят бумажные финансовые пузыри делать И называть это вложением капитала Они даже капитал не вкладывают И тут же дурачат уже при капитализме И тоже подтасовывают Не надо заниматься эти подтасовки Есть научные термины Надо строго их придерживаться Да, я считаю, что здесь нам всем обозначены очень крупные и серьезные задачи для работы, в том числе молодым, особенности, я бы сказал. И, Михаил Васильевич, большое спасибо за участие и вашим товарищам, кто вам помог, и вам особенная благодарность за то, что смогли выделить нам время, очень много, кстати. И вам спасибо за внимание, я понимаю, что это нужно в интересах общего дела. Да, да, да. Ну, уважаемые товарищи, большое спасибо, еще раз напоминаю, у нас сегодня, нам, так сказать, выделил время и помог Михаил Васильевич Попов, доктор философских наук, профессор и президент Фонда Рабочей Академии. И я лично всем благодарен, значит, за вопросы и за участие. Вопрос, можно задать, Букин Александр помогал, можно задать вопрос Михаил Васильевичу? Ну, если Михаил Васильевич здесь, пожалуйста. Да. Да. Михаил Васильевич, подскажите, пожалуйста, от Рабочей партии России, вот в схожих условиях Ленин в свое время сказал, есть такая партия, что чего не хватает в Рабочей партии России в данный момент? В Рабочей партии России не хватает пока осознательных рабочих. Рабочая партия России находится в становлении, поэтому мы не можем считать этот процесс завершенным и сказать, что она вот есть. Чтобы есть, она не должна быть там сотнями, это должны быть тысячи, десятки тысяч человек. А у нас, так сказать, к сожалению, большинство рабочих спит в логическом и классовом отношении. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Ну да, да. Но как вот, кстати, Ленин ведь говорил, что партия настоящего, или настоящая партия рабочего класса, или настоящая пролетарская партия, или, значит, партия, которая выражает рабочий класс истина, она станет духом и, так сказать, умом и сознательностью, так сказать, всего человечества, грубо говоря. Да, вот я точную цитату не вспомню сейчас. Вот поэтому. Заучивает и повторяет слова. К сожалению, вот эта проблема, которую вы все время поднимали здесь, совершенно справедливо, борьба с догматизмом, она существует. То есть, если люди заучивают какие-то там положения, их повторяют, то это еще не марксизм и не понимание, не сознание. Нужно заниматься выведением и понимать, как, почему, и что, из чего вытекает. Поэтому вот мы поняли, что недостаточно позвать в партию. Надо, чтобы люди и в партии занимались, и не были бы большими потребителями, которые много читают и слушают. Они должны сдавать экзамены, зачеты и пытаться воспроизводить теорию. Тогда они будут сознательными участниками политической жизни. А если они только повторяют за идеологами, то это, конечно, недостаточно. Да. Хорошо. Ну, на такой позитивной ноте еще раз всех благодарю и всем всего доброго. Спасибо. Спасибо.